Здравствуйте, уважаемые посетители сайта goodgame.ru Сегодня у нас необычная трансляция Мы посмотрим, поиграем и покомментируем Очень старую игрушку по названию Kings Bounty Наверное, многие люди, которые познакомились с компьютерными играми Задолго до появления современных игр То есть, я не знаю, в 90-м году, 95-м году Застали эту игру, играли и помнят, что это такое И по себе знаю, как приятно зачастую бывает Ну, просто скачать откуда-нибудь пару мегабайт какой-нибудь игры В которую вы играли в детстве Там на Dendy, на Sega, на первых IBM И вспомнить те ощущения, которые вы испытывали тогда, когда играли в эти игры Вот, и сегодня у нас первый такой эксперимент Мы, конечно, играли на 1 апреля в Dune 2, в Aladino Но это была больше фановая игра Сейчас у нас задача немного хардкорная Пройти Kings Bounty за этот вечер Ну и, конечно же, с одной стороны, вспомнить, если вы играли в КБФ, самый первый И, если не играли, то попытаться понять, что она из себя представляла Почему стала хитом в свое время И, в общем-то, стала прародительницей первой Heroes of Might and Magic Насколько я помню, та же самая компания И, в частности, тот же самый разработчик В частности, вот мне в Википедии подсказывает Одной командой Уже смонтированный образ КБФ, запускаем игру Кроме того, что у нас стоит задача пройти игру Еще все-таки попутно поставим задачу набрать как можно больше очков Это проще всего сделать, на мой взгляд, соркой Сейчас у нас главное меню Есть четыре буквы ABCD И выбор одного из четырех персонажей Подробные, я думаю, если захотите узнать о каждом из них Ну, если вкратце, то... Ух, дайте вспомнить Самый высокий лидершип у Рыцаря Нет, не у Рыцаря самый высокий лидершип Самый высокий лидершип у Варвара, вот этого товарища У Сорки самый низкий Но сразу дается спеллбок за пять тысяч золотых Соответственно, она может кастовать Чем отличаются... А, у них есть отличия по тому, сколько Велиджинам им нужно убить до того, как получить звание Ну, и отличаются они по максимальной армии По инкаму еженедельному Но это не суть важно Главное, что после каждого левелапа Который вы получаете, захватив определенное количество злодеев Вы увеличиваете свой лидершип Вы увеличиваете свой спеллпауэр Ноулич, если у вас, соответственно, есть И Сорка нам в этом плане... Так, сейчас нужно создать персонажа Соркой проще всего рекорды ставить Из-за сплов Предлагайте, какое имя ей дать Давайте в комментариях напишите Выберу из самых оригинальных В прошлый раз это был Олень Волшебница Олень Так, поменьше серьезности, побольше фана Побольше фана Сейчас будет фан Но тут просто инфы очень много Все равно нужно донести Потому что в таких играх графика не важна Ну, не столь важна Конечно, наверняка был в свое время прорыв С точки зрения графики Но тут самая главная начинка Идея А брат Миша будет? Брат Миша будет завтра Няшка предлагает Староед Водитель НЛО Третий размер Сорка Михалыч Неплохо, Михалыч 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 поместил А сейчас еще что-нибудь Кошка Абвера Волшебница Рева Лучевая Зина Помнится еще с Биллайна Гусь Акробат Гусь Акробат Валера Капитан Пчелка Сильвер Нет, все-таки Михалыч Сорка Михалыч Пока что, на мой взгляд, вне конкуренции Выбираем Дификулти Уровень сложности Соответственно, вам дается больше дней На АИЗе 900 дней На импульсабли вам дается 200 дней Но зато финальные очки умножаются в 4 раза Если на АИЗе возьмете, то будет 0.5 Поэтому мы берем импособл сразу же И нам говорит Михалыч, волшебник Создается новая игра, готовьтесь Итак, вот оно у нас Первое игровое поле В правом верхнем углу у нас контракт Пока там контракта нет Дальше идет осадное орудие Оно необходимо для взятия замок Пентаграмма разными цветами горит Это говорит о том, что у нас есть уже спеллбук У сорки Здесь закрытый пазл Мы можем нажать кнопочку P И посмотреть пазл в действии Значит, здесь часть артефакты Которые увеличивают по-разному Там дают разные бонусы Ключевые из них Это книжечка Вот Book of Knowledge Которая увеличивает Knowledge в 2 раза И, насколько я помню Вот эта вот корона Она тоже на третьем континенте Увеличивает лидершип в 2 раза Задерживать не буду Давайте больше экшена Мы появляемся рядом с замком Главным Здесь живет хороший благородный король Который как раз нас и оквестил Озадачил Убить всех остальных Виллиджинов И найти скипетр могущества В общем-то, самая это важная задача в игре Мы нанимаем здесь на выбор милиция Этот ополченцы Арчез Копейщики Ну, то есть Арчез лучники Дальше Пайкмен Копейщики Мы берем, соответственно, Арчеров И копейщиков 6 штук Вот наша армия У нас есть 30 пизантов Крестьяне 10 феечек Они умеют летать Лучники и копейщики Это из разных уже Наборов войск Но не так важно Вот мы передвигаемся по игровому полю Черт, как громко-то Сейчас мы сделаем Звуки в игре тише, значительно О, вроде Вроде получилось Вот, собираем сундучки Сражаемся с монстрами Вот, номады Вольфа спирита Отлично Справимся Хотя здесь 4 номада Это довольно сильные Чем-то напоминает героев Правда? В общем-то, с этого все и началось Игровое поле Практически то же самое Что и в первых Heroes'ах Практически по размеру То же самое Кажется, там тоже 5 максимум Юнитов Лучники стреляют Фейки летают Копейщики ходят на 2 Ну, мы ждем, когда противник Походит Номады ходят на 2 Волки ходят на 3 Фейки летают Будут атаковать Прилетят к лучникам Но будут атаковать феек Потому что приоритет по ним выше Убьют всех Убьют всех А, пизанков Точно Точно Пизанков У них же больше Приоритет получается Так Ждем Мы можем использовать заклинания Но пока их у нас нет Заклинания клонирования Телепортов Паербола Есть комбат Боевые заклинания Есть Адвенчеринг Те, которые в путешествии Применяются В общем-то У нас пока ничего нет По мере появления заклинаний Будем вас с ними Знакомить Ладно Пойдем в атаку Все юниты отвечают По одному разу Поэтому Тут важно Жирным юнитам Сорвать агру Чтобы его не убили А потом Более мелкими юнитами Вот поэтому мы фейками Снова ждем Копейщиками бьем И фейками Без штрафа Фейки поглощают дамаг В общем Ну все Это как бы базовые юниты Они нам просто Вот в самом начале Дают возможность Так Сейчас вейтить Вейтим Не подставляем Пикейщиков Подставляем пизантов Это все трэш Первые базовые юниты Сейчас начнем лучниками Убивать уже волков А этими убьем Ладно Бокс Сейчас пизантов Раз Два Сражаясь с монстрами Мы получаем Самое главное Деньги 800 голды Только что Получили Идем дальше Нам дали Лайфинг спел И Во втором Сундучке Мы увеличили Свой лидершип Так Скелеты Христиане Орки Справимся Скелеты Скелеты Ходят на два Урки Лучники Они практически Такие же Как лучники В замке Но у них Нет штрафа В ближнем бою Поэтому подходить К ним вплотную С лабыми юнитами Чтобы завязать Это не очень мудро Потому что Они все равно Будут бить без штрафа Единственное Зачем их Так Бьем скелетов Пикейщики У нас Исполняют роль Танков Лучники Расстреливают Пока у нас Такой базовый Набор войск Так Отступаем Раз Два Подставляем Пикейщиков Кажется Никто не умрет Пизанта тоже Не смогут Да убить И мы без потерь На этот раз Прорываемся Вперед Получаем Резурект Спел Орки Гномы Эльфы Нет С этим товарищем Мы никак не справимся И это плохо Потому что Он сейчас Нас будет преследовать И вправо Соответственно Мы никуда не уйдем Ладно Закончилась Эпопея у нас С этой частью Дальше В чем прелесть Стареньких игр Тут без Что называется Пол литра Не разобраться Поэтому нужно Если у вас Нет надежи На память Лучше рисовать У меня сейчас Под рукой Листик формата А4 На котором я буду Делать пометки И отмечать Расположение Ключевых точек Какими являются Замки Нам нужно записывать Не место расположения Замков Там оно понятно Когда вы уже В третий Четвертый раз Играете Уже знаете Какие замки Карты Карта не меняется Вот карта Первого континента Называется он Незамысловато Континенте Вот Нам нужно запоминать Название замков Они меняются И вот такие вот Деревни Вот эти вот Это деревни Сюда мы заходим В них есть что? В них есть заклинания И к ним можно Специальным заклинанием Переноситься Вот например Этот город Называется Хантервиль Хантервиль Буква Мы записываем Мы записываем Только букву Потому что Нет городов И замков Начинающихся На одну и ту же букву Все они На одну букву Начинаются И также нам нужны Ключевые заклинания К которым Мне относится Bridge spell Это просто Заклинание моста Применение Очень узкое У него Не нужно В общем Мы берем Рентабоут Арендуем лодку За 500 В неделю И получилась У нас лодочка Мы в нее садимся И поплыли По проверенному Маршруту О тут сразу Этот товарищ К нам присоединится К крестьяне Конечно я всегда рад 10 крестьян И Пещера Которая служит Телепортом Ну то есть Перемещает другую точку Карта Мне это сейчас не нужно Я еду по маршруту Собираю сундучки И встречаю Вот первые замки Которые необходимо Захватывать Суть в том Что не все замки Одинаково полезны Есть замки Которые оккупированы Нейтральными монстрами Которые в принципе Кроме денег Вам ничего не принесут Вы только наверное Время будете терять Хотя Если будет таймстоп Уже можно захватывать Все подряд Вам нужны замки Которые оккупировали Именно вот эти вот Злые виллиджины Заходя в замок Мы видим Что этот замок Бутар Мы записываем сразу Его буковку Ви Для того чтобы Опять же Соответствующим заклинаниям Переноситься к нему И видим что Дредд Пайрат Роб И армия оккупировала Этот замок Дредд Пайрат Роб Это Уже Плохой товарищ Мы его записываем И мы его Сейчас конечно Оставляем в покое Потому что Наша армия Не позволит Убить сейчас Никого Кроме рядовых Монстров Едем дальше Видим новый замок Каниагор Замистик Отлично Это тоже Товарищ Из Из квеста Замок Ритакон На букву Р И Каниагор Зачем мы записываем Вот этих вот Товарищей Так Заходим В Город Это у нас Город Ислам Виста Кто бы мог подумать Что Виста станет Чем-то большим Чем Просто словом Собираем сундучки Наша задача сейчас Это товарищ Присоединиться Кстати Волки Хорошо Мы всех берем Это мясо Пушечное Клоун Спел Заклинание Клонирования Нам тоже не нужно Но вот таких вот Людей нам надо Убивать Просто потому что Нам нужны деньги Без денег Мы не сможем Закупить Нужное количество Заклинаний Когда вот Найдем тот же Самый Таймстоп А чем раньше И чем больше Мы его закупим Тем это будет Лучше Так Гномы Вот эти вот Товарищи В рясисах Они Очень жирные По хп И на них Нужно наваливаться Всем скопом Но они ходят Медленно Поэтому От них можно Еще поубегать Сейчас мы Волками Добьем А все добили Отступим Раз Отступим Два И перегруппируемся Смысл в чем Сейчас мы Должны По битве Бить только гномов Плюс танковать Жирными пикеющиками Они никого не убили Видите Сейчас крестьяне Которым бы гномы Если бы ответили Очень сильно бы Поплотились Они Без ответа бьют Но мы вот Пикеющика одного теряем Сейчас будут крестьяне Улетать Трое Ну все Больше потери Не будет Получили золото Я не помню Здесь что-то есть Здесь пески На пески не надо Ступать Потому что сразу За каждый ход У вас будет теряться Так Заклинание Клон Кажется Здесь будет У нас Прошла первая неделя Волки Скелеты Орки Конечно Всех убиваем Набираем обороты Я уже буду поменьше Побыстрее Действовать Чтобы Чтобы Не задерживаться На ненужных вещах Будут Некоторые ошибки По битве Потому что я Не смогу Но это все равно Мелочи на самом деле Которые Которые не сильно Скажутся на финальном Результате Конечно Учитываются все В финальном Подсчете очков Сколько вы там Монстров наубивали Сколько потеряли Но тут Не до этого Так Увеличено Скелеты Госты Орки Госты 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 Это плохо Сколько их там Двое С двумя справимся Нет Не стоит Госты Это призраки Привидения Которые О черт Я же Лодку не там оставил Убегаем 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 Вот она моя лодка Госты Они С каждым ударом Высасывают То количество Которое не убивает Юнитов Они берут к себе Поэтому Там очень важно Чтобы вы убивали Больше гостов Чем он Наносил урон А я не уверен Что у меня Мои 5 пикельщиков 6 лучников Справились бы Там с тремя Гостами Так Здесь у нас тоже Никаких полезных Заклинаний Только Fine Virgin Орки Крестьяне Скелеты Сражаемся В игре 4 континента Мы сейчас бегаем На первом Ну третьего Прошли уже Благополучно Плюс Чем дальше Тем будет быстрее Потому что мы Ну сейчас увидите Как мы достигнем Определенного Левела Так сможем уже Гораздо Быстрее Проводить И битвы Сейчас мы Занимаемся Самой Наверное Наша задача Сейчас на первом Континенте Первый Найти карту На второй континент Еще крестьяне К нам присоединились Второе Найти города С ключевыми заклинаниями А именно Зомби Намады Гномы Сражаемся А именно Таймстоп Остановка времени Тарас И два заклинания Перенос К замку И перенос К деревне Для того чтобы Вам для того чтобы Пере... Блин я здесь могу Потеряю Ладно вернусь в замок Тогда сейчас Ну сильная Просто армия Для того чтобы Переходить Между континентами Вы должны иметь Лодку Для начала Но переходя Таким образом С одного континента На другой Вы теряете Ровно одну неделю Учитывая то что у нас Всего 200 дней То это довольно сильно Сказывается на Финальном Результате Вы довольно много Потеряете Времени Чтобы вот так вот Между четырьмя континентами Вам же нужно И возвращаться будет назад Чтобы замки Те которые не захватили Захватывать Опять же нужно Возвращаться на первый континент Чтобы получать Новые звания Ну вас же будут повышать И вы должны Для того чтобы Звание получить Снова к королю вернуться В общем Придется помотаться Туда обратно Но второй способ Перемещения между континентами Это как раз за счет Заклинаний Сейчас мы отступаем Специально чтобы Номады проатаковали А гномы еще один ход сделали Перемещаться между континентами Можно при помощи Заклинаний Перемещений между замками Ну или между деревнями То есть вы Делаете перемещение К замку На первом континенте И вас без штрафа По времени Переносят прямиком К нему Очень удобно Так сейчас Мы получили Дофига бабла И здесь довольно близко Получается К финальному замку Мы тут выйдем Смотрите по карте И прямо К финальному замку Здесь мы Возьмем солдат Потому что Увеличивали лидершип И видите Арчеров Вместо шести У нас будет теперь девять И восполним пикейщиков То есть теперь у нас будет Где-то в полтора раза быстрее бои Проходить За счет более серьезного Дэмэджа Ну да Мы потеряли где-то день На это дело Еще один замок Это тоже квестовый замок Рисуем его на листочке Буква Н для переноса И это барон Зомби, орки, эльфы Нет Эльфы слишком жесткие Это Такие очень хорошие Так Здесь Слайфинг спелл Орки Зомби скелет Это легко Вот А, огры А не орки Вот эти вот огры Это юниты Кажется четвертого левела Они очень жирные В плане защиты Но Во-первых Медленные Ходят на одну клеточку И урон у них Не такой высокий По сравнению с защитой Вот Так что скорее всего Пока он дойдет Мы одного снесем А там глядишь И пикейщики справятся А, у нас же еще есть Вот лайфинг Например Молнию Бабах И тем не менее Все еще жив Товарищ А, сила заклинания Естественно Зависит от спеллпауэра От вашего Так, вот он 1-1 Зомбачки подходят Да, я тут Двух пикейщиков Потеряю Зомби сейчас должны Убить Кажется, кончаются Жизни Хотя нет Выжили Нормально Так Пока мы ничего не нашли Из того, что хотели Так, этого надо отвести Рейс контрол Это не то Зомби Госта Спрайта Справимся Здесь есть гасты Две штучки Видите Но зато у нас Довольно много Пикейщиков И лучников Мы вырубаем Сразу же Спрайтов Гасты Ходят быстро Три хода совершают Поэтому нам в следующем Ходу уже придется С ними сражаться Спрайты летят Умирают Убиваем Вот Минус 1 гост Сейчас он может даже Никого не убьет Да, и вот Минус 2 гост Очень удачно Получилось Пикейщиков Подставлять не буду Пока они дойдут Соответственно Мы убьем И Знаете Пока все не так Хорошо Потому что По рандому Уже должно было Хотя бы что-то Мне даться Рейс контрол Спел Фигово Еще один кастл Это снова Квестовый кастл Кажется Это последний кастл Квестовый На этом континенте Записываем его Ее букву Его букву Это Мюра и мистер Самый Самый слабый Из Виллиджинов Прошла вторая Неделя Тем временем Барбариан Тепизант И скелетоны Ладно Барбарианы Сильные товарищи И В отличие от Большинства Остальных танков Они ходят На три хода Самые мобильные Ну Подобного порядка Все остальные Вот Огры Тролли Они Тролли Я говорю тролли Сразу же Револьвер вспоминается Они сильные И мобильные Может быть Я зря на них На Ладно Ничего страшного Справимся Потеряем Конечно Еще одного Пикейщика Ну Денег Дают Пропорционально Скелеты Скорее всего Подбреют Одного Сейчас Нет Выжили Нормально Увеличилось Максимальное Количество Заклинаний Которые Могу Запомнить Здесь У нас Идут Пески По ним Я бегать Нормально Не смогу Фактически У нас Открыта Половина Континента Сейчас Еще Предстоит Путь Небольшой Водный Исключительно Здесь Собираем Бонусы Еще один Замок Ну это Просто Замок С нейтральными Монстрами Написано Various Group of Monsters Его Если стоит Захватить То только Ради Бабла Я запишу Его Имя Но Это Не Квестовая Тема Так Снова Find Villagen Бесполезные Мне дают Заклинания Дварфы Орки Пизанты Хорошо Дварфы Которые Вот по центру Они ходят На единичку Очень сильная Защита Но Но это Все таки Послабее Чем Все остальные Которые Были до этого Плюс Скорее всего Ну Убьют У меня Опять же Одного Пикейщика Но Может Кстати Чем Нибудь Телепорт Клон А Можно Клонировать Пикейщика Двух Пикменов Восстановили Отступим Назад Для того Чтобы Еще Иметь Возможность Выстрелить Лучниками Убиваем Одного Дварфа Вот Зря Конечно Надо было Вниз Отступить Чтобы Сейчас Пикейщик Ответил На удар Да Ну В результате Потерял Двух Но Мне кажется Не сюда Зашел Здесь Не будет Много Бонусов Мы уже Прошли Большую часть Первого Континента Но Задачу Пока Не Выполнили Напомню Наша Задача Найти Таймстоп Найти Карту На Следующий Континент И Найти Паразаклинание Перенос К Замку Перенос К Деревне Резур 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 Спел Фигово Ну Заклинание Воскрешение Но Оно Сейчас Совсем Мне не Нужно Увеличиваем Лидершип Попутненько В таких Сундуках В принципе В игре Сильнее Них Только Архимаги Которые Умеют Летать И Пожалуй Все Они Правда Стреляют Только Три Раза У них Такая Особенность На Четыре Друида Мне Сейчас Дадут Возможность Убивать Просто Без Особых Потерь Любые Вампиры А справимся С вампирами Двоих Вампиры Это Мы В прошлый Раз На Первой Трансляции На Них Тоже Наткнулись Еле Еле Выиграли Короче Смысл В том Что Они Восстанавливают Жизни По Но Учитывая То Что У нас Друиды Есть Сейчас Будет Сразу Улетать Вампос Надо Запомнить Это место На Первой Карте Потому Что Друиды Это Очень Здорово Но Обычно На Третьем Континенте Появляется Поэтому Дорогого Стоит Все Убили Вампиров Без Всяких Проблем Учитывая То Что Это Был Самый Сильный Монстр На Карте Можно Уже Понять Насколько Все Хорошо 1600 Получили Есть Нашли Самое Главное Доступ Ко Второму Континенту Форестии То есть У нас Есть Теперь Возможность Перенестись Туда Я думаю Что Не стоит Тянуть Больше Кота Дварф И Шесть Дварф Хотя У нас Там Наверху Еще Два Замка И Несколько Два Замка Два Замка И несколько Городов Учитывая То что нам Нужен Таймстоп Как ни крути Я все таки Завершу Свой маршрут То есть Вернусь Сейчас на лодку И вот Пройду Карту Левый Верхний угол Откроем Мы с вами С надеждой Найти Что нибудь Полезное Последний Квестовый Все таки Мы Не Четыре Человека А пять Вот этот Замок Конкомар И Хакзероч Еще один Виллиджин Это Последний Точно Уже Виллиджин Но мы Уже Три Недели Потратили На Это Все Дело Это Не Есть Гуд Здесь Будет Небольшая Сокровищница Орки Дварф Скелеты Легко Тут Даже Можно Не Читать На самом Деле Потому Что Уже Нет Такой Армии Которая Тут Какие Потери Мне Может Причинить Ну Помните Дварфов Да Насколько С третьего Выстрела Я Одного Убил Сразу Хоп С первого Выстрела Один Дварф Пока Он Дойдет Его Уже Не Будет Учитывая То Что Лучники Все По нему Будут Стрелять Минус Два Да Повезло Конечно В этом Плане А вот В этом Дереве Будет Скорее Все Гномы Или Спрайты То есть Существа Да Гораздо Ниже Уровня То есть Спрайты В лесных Самые Низкие Потом Идут Гномы После Этого Идут Эльфы И только После Ампиры Хорошо Сейчас мы Проведем Еще одну Битву Довольно Странно Что они Появились Тут В принципе Второй Такой Отряд Жесткий Разбираемся С Оставшимися Ну Пикейщики Это юниты Которые Восполняются В родном Замке И они Unlimited То есть Если В остальных Замках То есть Вот В таких Вот Деревьях В В повозках Можно Нанять Так Отступим Немножко Можно Нанять Ограниченное Количество Войск То Так Вот Кстати У друидов Закончились Выстрелы Придется Потерять Еще Пикейщика А Ближний Бои Они Вообще Никакие Ладно Попробуем Увеличили Своенкам Немножко Снова Гномы Так Этот замок Мы смотрели А Не Мы не смотрели Ох Ты Ж Ё Мое Еще Один Квестовый Перец Шесть Человек На первом Континенте Записываем Букву Ф И записываем Принцесс Аймола Сражаемся Снова С товарищами Здесь Никто Не дойдет Наверное Надо было Стрелять Лучниками Ну В общем Мелочи Короче Это уже Не так Важно Шесть Гномов Сразу Сырого Да Ну это Хорошо Хорошо Что мы Сейчас Динамично Очень Все Пройдем Бридж Спелл Снова Не везет Нам Получили Спрайтов Фейки Присоединились Не везет Нам С деревнями То есть Мы не получили Ни одного Из трех Заклинаний Учитывая То что Заклинаний Совсем Немного Так Варьерс Группов Монстр Последний Замок Открытый На букву О Кажется Он был Да Да Ну ради Денег Если только Ну все Мы не нашли Остановки Времени И Учитывая То что Мы прошли Весь Водный Путь Есть еще Не открытые Места Это вот Центр Карты Ну это Пустыня Хорошо Было бы По периметру Проплыть Но Это Слишком большой Круг Мне придется Делать Поэтому Я отсюда Переношусь На следующий Континент Это будет Мне стоить Неделю Плохо Учитывая То что Вот Неделю Минус Рисуем Второй Континент На бумажке Первый Город На букву Е Ну так Просто Чтобы К нему Перенестись Если что С каждым Континентом Усиливаются И Монстры И Замки И Появляются Новые Собственно Монстры Также Сундучки Становятся Более Такими Ценными Но Задача Пока у меня Та же Найти Таймстоп Опа Первое полезное Заклинание Castle Gate Spell Очень важно Заклинание Которое позволяет Перенестись К любому Замку Который Мы Открыли То есть Если мы Зашли в этот Замок То мы Можем Туда Вернуться Одним Кастом Я куплю Пару Таких Заклинаний И запишу Имя Этой Деревни Чтобы Иметь Возможность К этой Деревне Перенестись Это Буква В И Это Castle Gate Spell Хорошо На треть Мы Выполнили Миссию Здесь Сундучки Идут Гораздо Жирнее Уже И Со Своими Четырьмя Друидами Я вряд ли Смогу Кстати Сражаться Нормально С местными Монстрами Если только Не будет Не будет Какого-нибудь Сейчас Неплохого Ну Здания Где можно Закупиться Вот Новые Монстры Эльфы Зомби Гномы Нет Спасибо Снова Не везет Заклинаниями Торн Андет Ненужные Новые Замки Идут Это Уже Контракты Порядком Ну Там Армию Очень Жесткие Но Их Все равно Придется Потом Убивать Записываем Имя Этого Виллиджина На втором континенте Меньше Замков Стоит Отметить Это Их Кажется Всего Четыре Верерс Группов Монстр Замок Ю И вот Наверху Товарищ Он явно Хочет ко мне Присоединиться Скелеты Мясо Десять Скелетов Самая Разношерстная Армия И присутствие В армии Андеда То бишь Скелета Видите У него Нормальная Мораль А у всех Остальных Лоу 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 Мораль Бывает Только Трех Типов Лоу Нормал И хай Причем На уроне Очень жестко Сказывается Там Чуть ли не в два раза Уменьшается урон Если сравнивать Лоу И хай Мораль Продолжаем Собирать Сундуки В тех Нычках Которые Помним Обходим Аккуратно Пески О черт Не туда Волки Гаст Зомби Не Я не выиграю Здесь А если мясо Слить Не Давайте Не будем Толку Пока Нет Плывем Дальше Здесь Еще Пятая Неделя 25 дней Мы потратили Уже Одну Восьмую Часть Игры Надо Посмотреть Что за Замок Верерс Групп Монстр Пустышка А что за Замок Это был Группа Это Луква Джей Это все Деньги Как Никак Сейчас мы Попробуем Уйти от Этого Товарища Дело Это нехитрое Зомби Дварф Волки Вот Квестовый Товарищ Буква М Баргаж Это Такой Одноглазый Огр Да ладно Обвели Вокруг Пальца Плывем 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 Здесь Будет Неплохая Нычка Сундуки Сундуки Этот Плохой Товарищ Эльф Орки Да Мне Сейчас Закупиться Хотя бы Чем-то Ага Появился Первый Артефакт Вот Якорь На первом Континенте Я ни одного Из артефактов Не нашел Это плохо Якорь Вам позволяет Он самый Наверное Отстойный Из артефактов За лодку Меньше платить Ну и у нас Открылся Один Вот там Где якорь Уже пустое место Видите Это кусочек Карты По нему Явно Ничего Не Сказать Купить Гастов Слишком Они неблагодарны Очень часто Они убивают И берут Ну их становится Больше Чем Ваш лидершип Может себе позволить Кстати о лидершипе Вот это типа Герой у нас Лидершип 306 Есть Те деньги Которые я получаю Количество денег Всего сейчас 22 тысячи Спеллпауэр Двоечка И максимальное количество Сплов Которые могу запомнить Это 7 Виллидженсов Захватил Ноль Артефактов Нашел Один В общем Печально Так Ну тут Два сундучка Отлично Мы нашли Карту На третий Континент Архипелию И гномы Хотят к нам Присоединиться Черт Но У нас Слишком много было Народу В армии Ну что Делаю запись Хотя вообще Не надо было записываться Раз уж мы Такие хардкорщики И переносимся На третий Континент Это Архипелия Снова Теряем неделю Но Опять же Если посмотреть Мы прошлись По деревням Есть сейчас Возможность Вернуться По этому Морскому пути И обойти Всю карту Мы встретим Порядка Восьми Деревень Но Смысл Если Можно сейчас Перенестись На третий Континент И здесь Сразу Под боком Опа Сразу же На третьем Континенте Мы находим Один из самых Сильных артефактов Это корона Корона Лидершипа Что Она делает Она увеличивает Ваш лидершип В два раза То есть Как бы Не мудрствую А нет За что дают Лидершип Вам лидершип Дают во первых За сундуки Которые самые жирные Из континента То есть По сути Нужно Собрать Желательно Все сундуки На третьем И на четвертом Континенте В первую очередь То есть Повысить максимум Лидершип И лидершип Вам Очень сильно Дают За поднятие Вашего звания То есть Вы убиваете Вот этих вот Виллидженсов А званий Всего 4 Насколько я помню Или 5 4 кажется Вот И в результате Нужно Перед тем Как брать эту корону Нужно Все плюхи Собрать То есть Нужно Собрать Все Получить Все звания И получить Собрать Все Сундучки И тогда Ваш лидершип Бестовой Крутой Увеличится в 2 раза И вы сможете Содержать Очень большую армию Поэтому На эту корону Мы просто Смотрим Запоминаем Фиксируем Ее И Продолжаем Искать Нужные нам Заклинания В первую очередь Таймстоп Который мы все еще Не нашли И это очень И очень плохо Для рекорда Учитывая то Что мы без переигровок Играем Типа хардкор Там все дела Ага Нам дали Кажется Да Открыть континент То есть Мы Теперь можем Карту открыть Но это Не так полезно Если Вы играете Не в первый раз И знаете Где находятся Плюхи Опять Фаербол Спел Здесь новые монстры Видите Такие скелеты Ну тут уже Совсем другой порядок Вампиры Барбарианы Тролли Просто количество Гораздо больше Будет Этих товарищей Да Но здесь Без таймстопа Конечно Гулять опасно Потому что Шанс выиграть Этих Пацанов Три фаербола Только что Запилили Мне Ну дают Больше Гораздо И лидершипа Больше Дают Но все это А здесь Могут быть Эльфы Или Вот Друиды На третьем Континенте Берем 15 друидов Теперь мы Можем уже Сражаться Против По крайней мере Медленных Войск Уже На этом Континенте Ну не везет Нам С таймстопом Ага Кстати Я пропустил Один Таун Помог мне Все-таки Здесь Таун Один Есть Таймстоп И мы Как раз Наткнулись На тот Самый Нужный Таймстоп Который Позволит Нам Ставить Уже Рекорды Кстати Хочу Сразу Сказать Что мы Времени Пока Не потеряли Почему Потому что Для того Чтобы Переноситься К замкам И К Городам Вам Нужно По крайней мере Там Один раз Побывать То есть Для того Чтобы Перенестись На третий Континент К какому-то Городу Или Замку Вам Нужно Классическим Способом Туда Доплыть На лодке То есть Потерять Так же Как мы Потеряли Неделю Вот Поэтому То что мы Нашли Это очень Хорошо Таймстоп Сейчас Мы На свои Бешеные Деньги Будем Его Использовать Буква С Центрав Название Тает Буквально На 7 Заклинаний А в сундуках Я уже Обнаружил Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Поэтому Мне нужно Отстрелять Четыре Фэрбола Сделать Резурект И Оторнить Андеда Так же Сделать Файн Виледжин Кстати Который Можно Ай Нужен Контракт Надо Контракт Запилить Вот Мир и Мистер Отлично Файн Виледжин А Я его Уже Использовал То есть Типа Не было Контракта И Заклинание Пропало Окей Резурект Фэрбол Телепорт Торн Андед Хорошо Мне нужен Мне нужен Противник Который Согласится А Торнандед Помните Того Вампира Которого Я сейчас Встретил Вот здесь Кажется Да Тролли Как раз Торнандед 10 штук Трыгат Это будет Непростая Битва Хорошо Торнандед Делаем Просто У меня Спалпауэр 2 Я хрен Убью 3 вампира Хорошо В первую Чуть Убиваем Вампосов Стреляем По Вампосам Блин Слабо Стреляем Фейками Бабах Минус 20 Ё-моё Как я Троллей Буду Убивать Слушайте Мне кажется Я сейчас Просто Улечу И хорошо Что я Записался Ха-ха-ха 2 0 Вейт Вейт Просто Проблема В том Что здесь Есть 8 Троллей Таким Троллям Даже Вальвер Позавидуют Они После Каждого Хода Полностью Регенят Здоровье Самое Главное Что у них Защита Столько Что Его Хрен Убьешь Поэтому Как следствие Мы Может Фаербол У меня Все-таки С Фаербол Там В Вампира Минус 2 Вампоса Да Сейчас мы Как Да не Никак Тут Сейчас Просто Снесут Все Резурект Есть Да Ну давайте Резурект Сделаем Нет Не на Лучников На Пикейщиков А Пикейщиков Не было Хорошо Резурект Или двух Лучников Этими Выйтим Этими Бьем Этими Делаем Последний Выстрел Убиваем Ну а Как дальше Вообще Как убивать Вот тех Самых Троллей Да Друзья Судя по всему Мне придется Прибегнуть К читерской Вещи Под названием Так Или Попробовать Перестроиться По-быстрому Хочу перестраиваться Если тут Ну хотя Да Хотя бы От Этими Делаем Фаербол Этими Выйтим Этими Обходим Раз Два Этими Отходим На раз Два Тролль Не может Подойти Пока что Барбариан Ему сейчас Преградит Путь Вправо Ударит По друидам А по этим Хорошо Еще один Фаербол Остался Да Ну что я могу Сказать У меня есть полезное Заклинание Остался только Телепорт И все А Убойной силы Друидов Я думаю Не хватит Для того Чтобы Справиться С восьми Троллями То есть Чтобы он За один удар Делал Минус один Тролль Вот и все Ну Маленький У них Урон Защита У них Нормальная Вот они До сих пор Держатся А вот Урон Нет И сейчас Все Сидется К тому Что я Не смогу Наносить Больше Урона Чем Ну попробуем Вот ноль Видите Все И тролли Сейчас Будут Не убивать А я же Отвечаю ему На выстрел Ой на удар Ладно Допустим Главное Чтобы хватило Пока я убиваю То есть На ответе Нифига себе Да ладно Неужели Друиды Настолько Крутые Да Йес Отлично Я недооценивал Друидов Все таки Я их похоронил Раньше Времени Стыд мне И сра Ну Мы выполнили Задачу Потому что У нас всего А Надо было Телепорт Сделать Ну ладно Это уже Лирика Надо стремиться К Таймстопу Как можно Быстрее Обойти А там Монстры Да Мы кроме как Подплыть не можем Так Друидов Пять штук Чик Девятнадцать Друидов А И у них мораль Хай Точно Им никто Мораль не портит Берем Таймстопы И делаем Таймстопы Вот после этого У нас идет уже Совсем другая история То есть Мы делаем Остановку времени Вот у нас есть Сто ходов Да Но учитывая Но учитывая то Что мы можем Вот так вот Накупить Таймстопов Мы Даже при своем Плохом Спалпауэре В двоечку Мы делаем Такую довольно Неплохую А кстати Если сейчас В дереве слева Продаются Тролли То я Спокойно смогу Накупить Войска И уже Идти захватывать Товарища На первом континенте Но Конечно Хотелось бы Сначала Проплавать По первому континенту По третьему континенту Потому что Здесь Как раз Сундуки Артефакты И В общем Я сейчас Закупаю Таймстопы И готовлюсь Уже К А у меня же Еще заклинания Нет Этого Таунгейт Спел То есть Вернуться К городу Не очень хорошо Его надо тоже Будет найти Потому что Переноситься К замку Это немного Рискованно Потому что Так Ну ладно Мы 800 у нас Ходов есть Поплыли дальше Открываем Этот континент Внизу Нас ждут Еще несколько Замков А давайте А При таймстопе Еще юниты Не ходят Враги То есть Тут халява Тролли Отлично Покупаем 9 троллей Револьвер Завидует Безусловно Поплыли Собираем Сундуки Берем Отлично Еще один Квестовый Товарищ Замок На букву Т Цезар Контракт На 35 тысяч Насколько я помню Ну мы Эльф О Отлично Мы сейчас Денег еще Возьмем 25 Ну с хорошей Связкой Получается Тролли Танкуют Не того протокола Потому что волки Будут первыми Ходить И они Сорвут Агру Ведь троллей И тролли Не ответили Мои Сейчас будем Терять Конечно Ну что поделать Денег все равно Мне будет больше За то что мы Так вот Друидов Подставлять Или нет А да Мы можем Подставлять Друидов Только нужно Обойти Как раз Вот снизу Сейчас мы Обойдем Тролли Мы будем Срывать Агру На Барбариане Друиды Соответственно Выйдет Тролли Атакуют Им отвечают Друиды Подходят Бьют Так и Сделаем Сейчас уже Никакие вейты Не срабатывают Не делаю Я уже Спешу Хотя Надо Тролли Точно не умрут Потому что Видите Они не могут Убить Ни одного Из них А кстати У войск Хорошая мораль Ой Почему лоу Почему норм Они же из одного Они должны Стекаться Кажется У троллей Тогда Свойства Такое В принципе Да Они мне Только мешают Получается Ну Учитывая То Что Да Пусть Они Закончат Сами Битву Гиганты, скелеты, друиды? Нет, нет А, вот гиганты, гиганты самые сильные лучники Я вас дезинформировал Продолжаем собирать сундуки И вот нашли карту до Сахарии Последнего четвертого континента Но у Сахарии есть, конечно Плохая особенность Как можно догадаться по названию Там много песков И по ним путешествовать без летающих юнитов Очень и очень плохо А летающие юниты Мне пока не встречались, кроме феек Так, еще один квестовый замок Рэкфейс Ручка перестала писать Нет, все нормально Буква Х Рэкфейс Сахария По Сахарии пешком ходить можно, конечно Но это на изи левеле Исключительно То есть Два Касл Гейтс Нам дали Спасибо, неплохо За каждый ход снимается день По пескам Вы там походить спокойно не сможете На импособле То есть у вас просто закончатся ходы Скелеты, орки, намады Сможем Много, конечно, орков 30 штук А, я телепортом закину, наверное, туда И поэтому нужно использовать Одно из способностей героя Если войска в составе вашей армии Все летающие Ну или один летающий Больше войск нет То есть По качеству Кроме феек Они не вписываются То ваш герой может летать Вот просто так Может летать Сейчас мы стелепортируем По хитрому тролля С одной стороны Завяжем Завяжем лучников Что они не будут стрелять По друидам С другой стороны Намады никуда не перейдут Потому что они Атакуют того, кто рядышком Вот И в результате мы Сбили Теперь только тролли Будут воевать у нас И лучники С ними ничего сделать не могут Делаем вейд Атакуем Да, ну чувствуется сразу Что мораль лоу У друидов Кстати, они скорее всего Того тролля убили Знаете почему? Потому что остались одни в битве Всех остальных убили И у них повысилась мораль на хай Вот поэтому они стали Неожиданно крутыми Да, это да Добиваем товарища Теряем одного друида Зря, конечно Еще один замок Квестовый замок На букву J Аурик Всех этих товарищей Нам нужно будет замочить И мы это сделаем с вами У них там будут, конечно Колоссальные армии Так, барбарианы Запишу, что здесь есть Барбарианы Но пока покупать не буду Потому что не знаю Ну у меня Нет такого типа войск Они стыкаться не будут Еще один замок Эльфы, вампиры, варбарианы Эльфы, вампиры А у меня есть по заклинаниям что? Нет, ничего по заклинаниям Нет, я с ними не справлюсь С такой моралью Так, пещера Пещера Телепортировала нас В центр карты А эти товарищи Присоединятся И снова у нас Вампир Ес! Вот это то, что надо Помните, я говорил Ну совсем недавно говорил О том, что Нужны в армии Летающие войска Чтобы ваш Герой мог летать Вот он Пропуск к нам На четвертый континент Вампиры умеют летать И они не являются спрайтами И если бы сейчас В войсках моих Не было друидов И троллей От которых я пока Отказаться не могу Потому что Ой, еще 20 друидов Потому что мне нужно Сейчас с боем Брать уже континенты Замки завоевывать Гасты, гиганты, вампиры Как там по морали Наверное, все плохо Лоу, норм 36 друидов Да, справимся Гиганты Гиганты Фу-фу-фу-фу-фу-фу Да, надо танковать Надо бить Вампосов Вырубать Лететь Завязывать Гигантов Но их не трогать Потому что они Неимоверно крутые Ходят на 3 Выстрелов много Соответственно Гасты завяжутся у нас На троллях Надо помогать Моим Вампирам Вот они высасывают Там жизни Но не знаю Как Долго они там Протянут Недолго Надо избавиться Вот одним выстрелом Сейчас И одним ударом От вампиров От вторых вампиров Не получается, блин Там крошут Так, друидами В этим Троллями Срываем Агру Этими Убиваем Одного Этими Убиваем Много Сейчас бьют Наших друидов Но Они пока держатся А, вампиры Являются универсальным Юнитом В затяжной Игре Потому что На них действует магия То есть их можно клонировать И они очень надежны То есть Они Сами себя Восстанавливают В сложных боях Даже вы там Нарветесь на драконов На четвертом континенте И вампиры Вам будут помогать Сражаться даже С сильными юнитами За счет того Что они будут Перетягивать часть сил И восстанавливать себя Собственно Таким образом Поэтому Вот эти вот Десять вампиров Они у нас Не только позволят Летать Но и Наверное При правильной игре Позволят Даже Кого-то убивать На третьем На четвертом континенте Сражаемся с гигантами Сейчас нужно Нужно завязать На тролях Ладно Вампосами ударим Разок Этими пасуем Снова бьют Вампира Мы Вейтим Бьем Тролями Бьем Вампирами Бьем Друидами Друиды получают Друиды отступают Тут в такой ситуации Даже Не стоит Остальных Подставлять То есть Пусть вампиры Разбираются Потому что Они не погибнут Так вот Бесславно А здесь кажется Нет никаких Нас просто Вернет Да Это просто вернет Возвращаемся В общем сюда Берем еще Сундучок И едем дальше Учитывая то Что сейчас мы Видите Таймстоп У нас наверху действует И есть еще 480 ходов Мы абсолютно спокойно Исследуем весь континент Собираем сундуки Повышаем свой лидершип Который увеличился С 300 до 1000 На этом континенте Благодаря О Присоединяются Гасты Мы их сейчас Наверное Да Уволим Не нравится Слишком они Аркадные Но при должном контроле Гасты Это один из Еще гасты Один из способов В принципе Захватить последний замок Там отдельная история Будет с последним замком Который Дварфы Присоединяются Снова Что там Подварфом Низкая мораль Ну ладно Пусть останутся Для мяса На первых На захвате Первого континента Сойдет О еще везет Отлично Еще 7 друидов Пополняем армию У друидов Есть минус в том Что Их мало просто Их 25 штук В дереве Максимум можно взять В одном дереве 25 друидов А 25 Это самый низкий Лимит Который распространяется На драконов На демонов Которых мы Еще с вами Встретим То есть Их набрать Много По своему Лидершипу Очень сложно Просто потому Потому что Их мало Респаунится После конечно Каждой недели Есть вероятность Того Что ваши Будет неделя Друидов Да И Намады Но Учитывая то Что мы Сейчас вообще Будем стараться Не тратить Недели Какие-либо Рейс контрол спел Кстати Рейс контрол спел Помните я сказал Что будет большой Финальный замок И его можно Убить гастами Вкратце расскажу Как это делается Гасты Как мы уже упомянули У них есть свойства Юнитов Которых они убивают Число юнитов Джонит к себе Есть тактика Вы идете на первый континент Его чистите Особенно на Верерс группах Монстр В кастлах На 100 На 200 На 300 На 400 Там по пизантов По 200 По 1000 Есть отряды И набираете Гастов Столько Сколько не умещает Ваш лидершип То есть у вас даже Столько опыта нет Воин выходит Из-под контроля Но вы Заклинанием Рейс контрол Возвращаете контроль К себе На последнем ходе В битве И эти войска У вас присутствуют В списке Но у них написано Вместо морали Out of control То есть они вышли Из-под контроля Но они есть И вы Накопив Большое количество Гастов Можете Перенестись На 4 континент К этому финальному Замку И стелепортировать Этих вышедших Из-под контроля Гастов В самую гущу армии Где этим юнитам Ну их будет сразу Бить Они будут отвечать И там завяжется Битва В общем Это один из способов Решения Проблемы Последнего замка Которая Присутствует В игре Потому что Если вы стандартным Подходом Попробуете взять Замок Финальный Вы Обломитесь Абсолютно точно То есть Тут Гадалки Не ходи Ну Увидите Состав армии Уже Я думаю Есть у вас Будет к тому времени Хороший ориентир Что значит 10 драконов Что значит 100 драконов И Как вообще Можно такие замки Брать В принципе Вот Ну сейчас мы убиваем Очередного товарища Который у нас Встал на пути К Последнему Насколько я понимаю Замку На третьем континенте Здесь тоже есть Жирные гиганты Но за счет того Что у нас стало больше Дварф Друидов И Также танкуют Вампиры Которые восполняют Видите себе Жизни Мы абсолютно спокойно Справляемся С этими товарищами Без потерь вообще Так Здесь у нас Еще один квестовый чувак Замок Буква Л Повторяю В замке мы записываем Одну букву Потому что нет Замков с повторяющимися буквами И для того чтобы Перенестись к этому замку Нам Просто нужно Использовать заклинание Castle Gate Spell И мы не будем Терять время На переходе между Континентами Продолжаем поиски Кстати на этом континенте Еще есть артефакт Неплохой Элф Эльфы присоединились Отлично Вот это Юниты Лучники хорошие Они конечно Слишком поздно у нас Появились В войске И мы не нашли Самое главное Дерево В котором Этих эльфов Можно нанимать Вот Но Это тоже Лесные войны Так а что у нас тут Посталось Тут по континенту Где-то я что-то Еще не взял А вон Справа Есть Три сундучка Я успею До окончания Действия заклинания Таймстоп Просто эти три Там два сундука И То есть Там точно есть артефакт Который важный Нет Артефакта Но зато есть дерево И там есть Тролли Покупаем троллей Их у нас реально Сносятся много 24 штуки С такой армией Мы абсолютно спокойно Захватим Все замки А что ж я А вот В центре Видите замок И здесь Я не пошел Потому что не справился Сказал что не справлюсь С монстром Там лежит артефакт И еще что-то Но самое главное Что там лежит артефакт Второй на третьем континенте Хороший Который увеличивает Knowledge в два раза Но с ним та же самая история Что и с лидершипом То есть сначала нужно Получить звание Максимальное Потому что Ваш Knowledge То есть Который влияет на Max Number of Spells Увеличивается очень сильно Когда вам будут давать Ну Новые звания То есть сейчас 9 И увеличивать его до 18 Нет смысла Потому что Когда там сделают Новый ранг Мне дадут Будет уже там 15 Там 20 40 Что-то в этом роде И тогда уже нужно Возвращаться сюда В общем Предлагаю сейчас Вернуться Затариться Таймстопами И перенестись На первый континент Но надо перенестись Грамотно Чтобы К одному из замков Рядом с которым Есть Город Чтобы можно было Купить Лодку И продолжить путешествие Потому что У меня нет Заклинания Переноса В город И я могу Застрять Ну есть такие замки Например на первом континенте Мы туда заходили С которого просто Выхода нет Без лодки Юзаем Таймстоп Последний раз Наверное Юзаем Таймстоп Перед повышением Левела Закупаемся Последний раз Вот так вот Основательно Учитывая Мой слабенький Спеллпауэр В 2 Таймстоп Видите Действует На 20 дней Каждый А у меня даже Денег сейчас Может не хватить Нифига себе Видите Деньги В правом нижнем углу Кончаются Надо чувака замочить Драконы Гасты тролли Драконы Драконы Я драконов А то денег Будет много 3 дракона Самый сильный Юнит в игре Это дракон На дракона Не действует Никакая магия В том числе И выстрелы Наиболее сильных Дело в том Что друиды Они не стреляют Они бьют Молнии Насколько помню Или фаерболом Что-то в этом роде Так же как и архимагия Они не стреляют Привычным У них магический урон И беда в том Что если я сейчас Попытаюсь выстрелить По дракону Я не буду этого показывать Потому что всего Три выстрела у друида И слишком Высокая цена Мне скажут Извините Эффекта никакого нет Поэтому я трачу Выстрелы на Гастов Следующая проблема Чтобы завалить Трех драконов Мне не хватит Ни 24 троллей Ни Вампиров По отдельности Нужно наваливаться Скопом Вот и все Поэтому мне нужно Сейчас терпеть Друидами То есть Дракон прилетит Дракон штампанет А всеми остальными Формировать вокруг друидов Такую тусовочку Чтобы можно было Так Не поместиться все Да мне нужно Чтобы эти Атаковали Эти и эти Ну этими можно Прилететь Этими можно Да Вот так вот сделаем Этими Перелетим По саням Этими сюда И соответственно Дракон у нас По скрипту Прилетит к друидам В эту точку Больше нам Бояться нечего Пока тролли Дойдут бог с ними Поэтому стреляем по дракону Естественно 25 эльфов Одного дракона Даже не убьют Сейчас будет терпеть друиды А Дварфы Отлично Мясо работает А Я расскажу Про систему Приоритетов Вражеский юнит Атакует В первую очередь Того врага Если есть выбор Между разными Которые более уязвимы То есть чем больше он Чем легче он Убьет Тем Как бы Черт я запер Своих друидов Вот блин мозг А Сейчас троллим Освобождаем Вампирами Убиваем Гастов Этими Вейтим Потому что Как только я ударю Сразу получу Пашбану Эльфы Вот и друидами Отступаем Этими Пасуем Драконы снова Бьют уже Друидов Ой то есть Уже Дварфов Потому что Они не летят К друидам У них уже есть Сосед Рядышко Блин а зачем Я сделал такую ерунду Вампосов Начинает бить Драконы Все держатся Убивает Он мне мясо Друиды Друиды бьются С троллями Вот Тролли Начинают Бить Вампиры Наваливаются Варфы Эльфы Стреляют Падают Мне надо Все таки Друидами В битву Вступать Ё-моё Потому что Я и не убью От их Да нет Должен Должен Просто Очень долго Это происходит Продолжаю терять Есть один дракон Ну да Вы можете Получить представление О том Сколько мне придется Потерпеть Для того Чтобы Не друидами Я буду все таки С троллями Сражаться Как то Поспокойнее Пусть он лучше Да Он теперь начал бить Тем более Вампиров Поэтому Никого Он не убьет Убивает Но вампиры Видите Восстанавливают За счет Того Что им Не обязательно Убивать Главное Жизнь Отнять Столько Сколько И Я бросился Минус Еще один Дракон Я бросился На него Потому что Мне как бы Так Срываю Агру Стреляю Бью Потому что Деньги нужны Мне на таймстоп Уже не хватает Хотя Это Одно из Самых Дешевых Заклинаний В принципе Такой Плохой Сигнал Так Замочили Остается Последний Дракон Долго Конечно Он держался Естественно Не буду Подставлять Никого Не хочу Больше Терять Пусть Эльфы Кстати Эльфов Больше всего Выстрелов 24 выстрела И они ходят На 3 Самые мобильные Лучники То есть Там Вот Раз Два Можно сделать И выстрелить И поэтому Если вы Наткнулись На 14к Далее Отлично Если вы Наткнулись А здесь Что продают Троллей Четырех Троллей берем Если вы Наткнулись На эльфов Там в каком-нибудь Я не знаю На втором континенте То Большинство Большинство Монстров Убивается За счет того Что у них Скорость перемещения Одна или две клетки То есть вы можете Отступать И стрелять от них Так Так Затариваемся Таймспелами Ой там Стопами Нужно не перестараться Потому что После того Как нам повысят Нас повысят В звании Мы сможем Уже кастовать Гораздо более Эффективно Да Пожалуй Стоит уже Накупить друидов Здесь Если есть Пять друидов Только могу взять Больше нет Здесь И вот с такой Разношерстной Армией Отправиться На первый континент Главное Выбрать замок А Нужно купить Еще осадное орудие Но это можно Сделать уже На первом континенте Итак Переносимся мы К замку На букву I Castlegate Спел Которых 4 И переносимся К замку I Это на первом континенте И здесь у нас Сразу Мир и мистер В атаку Идем А Нам нужно Siege weapon Покупаем Siege weapon За 3к Покупаем Сразу же Лодку За 100 Потому что У нас артефакт Действует И начинаем Сражаться Вот это Самые первые Войска Без особых Проблем С такой армией Захватываем Никто не теряется Все хорошо А Еще проблема В том что Для Штамповки Мне нужно Мне нужно Кого-то Оставлять В замке Какой-то Гарнизон Иначе Через неделю Он будет Захвачен А замки Приносят Деньги В общем Мне нужно Кого-то Здесь оставить Будет Скорее всего Сейчас Выбор Пойдет На эльфов Вот Нам говорят Что вы Выиграли За битву 1600 За контракт 5000 И получили Кусочек Карты От украденного Скипетра Нажали Space Оставляем В гарнизоне Эльфов Вот У нас В пазле Открылась Еще одна Вот Мируй Мистер Открылся Открывайся Вот Чик Уже есть Вода Хорошо Так Берем Следующий Контракт Кто у нас Тут по карте Рядышком Барон Есть Барон Хагзер Руч Принцесс Барон Там Значительно Сильнее Будет Войска И мне нужен Instant Army Спел А его Кажется Я даже Не нашел А Ну мы можем Сейчас Сходить Просто А вот Берем Пять орков Лучников Их мы Оставим В следующем Гарнизоне Орки Зомби Эльфы Эльфы Которых Мы когда-то Боялись Сейчас Очень быстро Их Прибьем Он стреляет Получает Умирает Мелочь Конечно 800 голды Но Почему нет И вот Барон у нас Хорошо Сражаемся с Бароном Уже посерьезнее Да Армия Чувствуем Стреляем По Тролям Летим К лучникам Оркам Стреляем Лучниками Но лучники Только для того Чтобы Потом их Оставить В этом гарнизоне Более того Я снова вернусь За новыми лучниками И Так Стреляем Дальше Здесь Так Здесь Так Здесь Так А можно даже не стрелять Потому что не убьет Этот На тролях Отдастся Этот На вампирах Отдастся Этот ударит Не получит Но Все 6 улетели 4 тысячи И 8 тысяч По контракту Оставляем Орков Открылся Еще один кусочек Чувствуете как Живенько пошло Берем еще 5 Плучников Орков Вычеркиваем Кстати Замки Крестами Чтобы не забыть Кого мы убили Есть у нас еще 4 человека На этой карте До них Можно Добраться Пешкарусом Можно добраться Заклинанием Я наверное Доберусь Заклинанием Нет Там лодки Не будет Ладно Пешком Так Пешком Так Попутно Здесь Варьер С группов Монстр Не знаю Стоило сюда Ходить Потому что Мы Фактически Получим Только бонус За то что Войска Убьем Что в гарнизоне Оставить А или там Кто-то будет Дальше Да там Кто-то будет Мы сможем Нанять Ладно Тогда По максимуму Действуем По хорошему Мне нужно Заклинание Для удобства Instant Army Спел называется Который вам дает Небольшое количество Армии Вашего Так Оставляем Орков Может я где-то Find Villagen Не то Не то Не то А нет Это не то Ой А вот Вот Шесть друидов Точно Я же здесь Друидов Но толку Они же присоединятся К текущей армии Придется пройтись Еще немного Потому что захватывать Замки без Имеющихся Свободных Ну для того Чтобы оставлять В гарнизоне Мне бы найти Какой-нибудь Какой-нибудь Кто-нибудь Присоединиться Может Ага Вот Колечко Артефакт Нашли Хорошо Что прогулялись Здесь мы Нанимаем Лодочку Блин Дерево Там Но Я не могу К нему А здесь Еще же Замок Точно Верешь С группой Монстр Не захватываем Потому что там Некого там Оставлять Блин Так мы Все Хорошо Хорошо Давайте Будем Переноситься К замку Как Зароч Надо найти Что же Мне оставлять В гарнизоне Знаете Я уже Таким образом Дошел Практически До базового Замка Поэтому я Чтобы не было Таких проблем Просто зайду Сейчас Куплю еще Пикейщиков Лучников Ментов В основном Замки Имеется ввиду Вот Основной замок Мы до него Практически Доплыли Берем Милиции 600 человек Можем Берем 5 милиции Берем 2 арчера Больше нам Кажется Не поместится Мы можем Сейчас захватить Сразу 2 замка Так А здесь Что за заклинание Бридж спал Точно Фиговое Помним Что у нас Ограниченное Количество Ходов Дред Пайротроп Ах А здесь Кто Каниагорзе Мистик Берем Новые Контракты Каниагорзе Мистик Самый жесткий Записываемся На всякий случай Ну вряд ли Там что-то Будет серьезное Опа На самом деле Уже Проблемы Начинаются Потому что Вот эти Товарищи С молниями И рыцари Которые Слева Это новые Юниты Рыцари Слева Это Самые жесткие Юнит В замке Базовом Который Вы можете купить Вот Есть Мелития Есть Лучники Есть Копейщики Потом идет Кавалерия И после этого Рыцари У них очень жесткий И урон И защитные Характеристики Просто тупо Танк Который Ходит на одну Клетку Если говорить О вот этих Магах С молниями Это Архмаги Они стреляют Молниями Умеют летать И у них Всего два Выстрела Их нужно Завязывать Потому что В бою В ближнем Они вообще Никто Мы убиваем Спрайтов Которые Сейчас полетят И будут нам Причинять Неудобства И завязываем Вампирами Ну вот этих Вот товарищей Причем надо Убивать С верхних Начиная Ментами Шкеримся Этими тоже Спрайты Атакуют Гасты Атакуют Блин Серьезно Надо подставлять Троллей под Ну хорошо Что вот эти Вот Товарищи Плохо Атакуют Бьем Рыцарей Завязываем Бой С Все таки С архимагами Милиция Пасует Этот Пасует Можно было Надо было убить Спрайтов Кстати Было бы лучше Мы бы смогли Тогда Ответили бы Сейчас Последний Выстрел Бьем Рыцарей Троллями Тоже бьем Рыцарей Но их не так Много Поэтому Справляемся Тихонечку И лучников Отводим Потому что Сейчас бы по ним Ударили рыцаря Ну Бомпосы Оооо Сейчас они получат От всех Не успеют Аторжаться Могут Не успеть ладно тогда мы летим вот так вот бьем архимагов отжираемся немножко стреляем по гастам не успевает отжираться надо тролля туда пускать так раз два этот сюда соответственно начинает отжираться на архимагах потихонечку пасуем пасуем ну тролли там будут соответственно карать всех главное сделать так чтобы успели вампиры прийти в себя то их было 10 стало 7 это слишком жесткий получается штраф при том что это замок на первом континенте ну вроде все нормализуется сейчас вот они уже восемь их ой надо троллями отступаем этими летим убиваем 1 становится нас нифига себе как они ответили да не отожрался вампирами дали нам много денег 26000 мы оставляем здесь милитию помним о том что здесь у нас рядышком кажется дред пайротроп до дред пайротроп идем убивать его после этого замка нам точно дадут уже звание до дред пайротроп и смотрим что здесь да здесь поскромнее милития эльфы барбрианы нам конечно танковать неким потому что вампосов уже не хочется а тролли пока дойдут уже на получают поэтому я так аккуратненько в милитию вампирами завязывая просто эльфов чтобы они не атаковали что у них как и у многих лучников штраф идет очень жесткий если юнит вблизи сейчас друидов нет не тех протоковали их пытаемся отожраться отходим атакуем стреляем по эльфам бьем отжираемся до вампиров слишком мало их надо клонировать по хорошему то они даже на слабых юнитах не могут отожраться вот черт еще ходил не туда даже на слабых еле отжираются просто потому что у них урон получается небольшой их самих мало и восстанавливает они соответственно мало даже на лучниках не смогли отожраться что за лол теперь надо хранить этих вампосов итак оставляем марчеров у нас получается еще минус два замка на первом континенте остается два наверху мы можем туда перенестись и наверно так и сделаем сколько у нас 350 дней какому замку перенестись там есть принцесс аймолия и хак зеруч возле какого-то есть а возле обоих есть как перенесемся делаем заклинание кассел гейт их у нас еще три штуки хак зеруч у нас на все перенеслись берем соответствующий контракт он довольно слабенький и здесь кажется есть что-то у нас не не будем тратить время я штурмуем ага и чем здесь оставим тогда войск то нет ну надо было зайти в основной замок купить 2 2 2 товарищей и ну что сейчас мне придется еще где-то найти где-то найти армию которую оставить что вампиров я не готов уставлять здесь купаем снова лодку и снова друиды у нас которых нельзя купить торн андетт скелеты пизан торки хорошо идем к успеху в общем убиваем телепорт спелл ну и ты на таких могут дать инстант армии спелл например и гдом зомби пизан ты хорошо уничтожаем это все финальные очки тем более если вы уничтожаете противника за там два хода это уже совсем не те сражения которые были в самом начале снова вырежешь группов монстров но есть видите пещерка наверху и если эта пещерка не телепорт да это не телепорт мы нанимаем одного дворфа захватываем этот замок ну исключительно ради денег потом купим еще одного дворфа пойдем захватим следующий замок но там у нас уже подходит к концу тайм-стоп нам нужно быстро вернуться повысить звание потом купить новых тайм-стопов что делать с вампирами четвертый континент ух сколько еще впереди предстоит в общем сейчас наша задача захватить два квестовых замка кажется мы даже два звания за это получим то есть сразу два для того чтобы первый получить нужно трех убить для того чтобы еще лэвл апнется нужно еще три сделать но я могу ошибаться что все таки так и берем контракт хак а нет принцесса и моли принцесса и моли тут новые контракты уже появляются более дорогостоящие сюда мы соответственно сажаем дворфов 200 ходов остается до окончания тайм-стопа идем покупаем еще одного дворфа и идем к последнему замку на первом континенте крестовому имеется ввиду попутно убиваем мелких это уже мелкие войска вражеские с одного выстрела буквально тут убиваются целые отряды сумасшедшие деньги ладно не будем отвлекаться принцесса и моли до слабенькие войска конечно здесь но что уж тут спрайты летят бьют а дворфов точно они же могут мне дворфов подрезать это будет надо их спасать причем в общем спасать надо вот так вот освобождать им место это убивать это убивать этими сюда этими можно сюда со скелетами там не убьют а дворфами в минус то есть в результате у нас танкует тролли этот убьет одного не не убил даже отступаем делаем выстрел в общем без потерь здесь справляемся со всем и это последний замок оставляем дворфов берем сразу одного гнома на будущее сейчас у нас задача перенестись к главному замку но проблема в том что я не знаю буквы главного замка видите он на противоположной части мне туда нужно чтобы звание получить так а если методом исключения то есть у нас есть буквы castle game у нас есть буква c есть d ебсты дофига проверять ладно быстро c есть d есть е я просто не да е есть нет я не все записывал я варьер из группов монстров например не записывал что мне делать 120 ходов в лучшем случае я доберусь туда к концу действия таймстопа castle gate остался один не в любом случае у меня же один как castle gate все тут никак мне нужно возвращаться на третий континент причем к какому-то castle типа цар рядом кажется есть деревня блин друзья я снова по ламерски записываюсь и перехожу на третий континент последним заклинанием castle gate это замок буква т где у нас третий континент где есть таймстоп деревня деревня снизу там мы купим лодку а что у нас тут за заклинание торнандец вот и на последний таймстоп видите летим просто летим к той точке где вот друиды ноль друидов по мне и так максимум вот где можно купить новый таймстоп стоп а каким образом я перенесусь на первый континент если у меня нет ни castle gate ни таймгейт да это фейл ладно может быть я не все в общем что мы делаем мы сейчас обновляем таймстоп но он мне пригодится только в том случае если на этом континенте есть одно из двух заклинаний перенос к замку или перенос к деревне иначе мне придется возвращаться на первый континент на лодке при этом соответственно терять неделю что в такой ситуации конечно непростительно где-то за 600 за 800 я думаю да мне хватит таймстопов денег много закупили на всякий случай еще и идем собирать с одной стороны монстров замки тут не все видите захвачены то есть не захвачены а открыты открыты это хоть и варьер из группов монстров но все таки это деньги я это сейчас не убью но в перспективе можно задача сейчас найти способ перенестись на континент фарбол спел зачем ладно запишем чтобы знать вообще все что только можно так корона которая мне не нужна find village тоже который мне не нужен так здесь у меня здесь правда вся карта открыта то есть удобно я точно ничего не пропущу рейс контрол да начал записывать все заклинания потому что могут пригодиться так ну зато мы сможем убить центрального товарища там может быть что то полезное значит поплыли сюда на центральном вот материке по сути никаких деревень нет здесь только сокровища до армии здесь мы так это просто столб это просто телепорт а это троллик а друиды которые мне не нужны не хочется терять неделю давайте я проверю быстренько облечу весь этот остров убью того человека которого не смог а он же артефакт охраняет нормальный который мне в любом случае нужно будет окне туда завернул мне нужно в следующий на следующем повороте вот здесь вот эльфы вампиры варвары бьем эльфов топаем топаем тролли танкуют друиды отстреляют потери скорее всего будут потому что 10 вампиров как никак сейчас друиды получат очень хорошенько вот минус один друид делаем вейд атакуем завяжем эльфов там справиться отступим чтобы тролли только получали эльфы там ничего не сделают и мы спокойно сможем сделать два выстрела неважно в кого теряем конечно надо было дострелять вампиров потому что их все таки 10 штук и они высасывают жизни у троллей у троллей хоть защита хорошая но атака не очень то есть вампиры на них очень хорошо отжираются просто потому что те не могут нанести достаточно урона чтобы ну сейчас мы покараем все таки я думаю вампосов еще да отлично и здесь должен быть артефакт да вот она книга которая увеличивает knowledge и в сундучок книгу мы оставляем castle записываем на всякий случай ну хоть убедились в том что здесь у нас артефакт один из ключевых в игре он увеличивает количество запоминаемых заклинаний в два раза поэтому ой но боюсь что действительно на третьем континенте а вот что мы можем сделать мы можем перенестись на четвертый континент но тогда ну то есть мы в любом случае потратим неделю но есть вероятность того что мы на четвертом континенте найдем ну вы понимаете найдем одно из трех заклинаний либо time либо так lighting spell все не то все не то зомби гиганты гномы да нет не будем сейчас терять время потому что потом мы гораздо быстрее все это сделаем столбы не нужны в общем мы обкатались по всей карте но нету такого заклинания здесь у нас а это заклинание есть на втором континенте castle gate туда мы так и так сможем перенестись дайте подумать то есть у нас опция следующая мы переносимся на первый континент заходим в главный замок а ну мы же не нашли на первом континенте нет открытых заклинаний castle gate у нас только выбор перемещаться сейчас на второй континент закупиться сейчас с таймстопами но я это уже сделал и врубить на втором континенте после того как куда короче вот так вот делаем идем на второй континент теряем неделю 160 дней дальше стартуем несколько таймстопов раз два не больше чтобы закупить с одной стороны ой не здесь в нижнем скрип вот castle gate спел закупаем castle gate еще делаем несколько таймстопов закупаем еще несколько кассел гейтов чтобы можно было и сейчас переносимся куда правильно на первый континент есть у нас два таймстопа Мы переносимся на первый континент при помощи заклинания Castle Gate И к букве V Потому что буква V это у нас тут рядышком О, здравствуйте Буква V это рядышком с нашей основной базой 5 гастов уже Такую армию я бы не выиграл Если бы нарвался в самом начале Потому что одно дело 2-3 гаста, а другое дело 5 Потому что они сразу начинают убивать вас по одному юниту И джонить к себе Так, кажется поверху надо пройти Да, идем поверху К царю На аудиенцию Рассказывать про то, как мы покрошили пацанов Видите, аудиенция к королю V Rival, короче, регал фанфары Races from Throne Приветствует нас король Congratulations Нас сразу продвинули до Магикана Посмотрим, какая это А, и сразу про Маут дамага следующая Короче, мы в 2 звания повысились Помните, у нас было 2 спеллпауэр И 9 склинаний могли запомнить Вуаля, 10 спеллпауэр и 27 кастов Сейчас мы благодаря 10 спеллпауэрам делаем тайм-стоп Насколько? Сразу на 100 Раз-два у нас 268 появляется И, соответственно, можно летать Можно летать, убивать, уничтожать Давайте только по порядку Во-первых, на первом континенте мы все сделали Кроме того, мы не нашли здесь Не нашли здесь полезных заклинаний Которые нам вот нужны Вот, например, на втором континенте Castle Gate Но, с другой стороны, для того, чтобы Нам спокойно еще Нам не хватит 270 дней Для того, чтобы спокойно захватить Весь второй континент Поэтому нам нужно Повернуться на третий континент Опять же, через заклинание Castle Gate Которых у нас сейчас много 6 штук На третий континент мы возвращаемся Допустим, через замок Е Здесь мы берем лодку Вампиры, дворфы Да надо все это крушить, конечно, надо Все деньги А деньги мне очень нужны Конечно, не так быстро, как хотелось бы Так, выйдем Атакуем 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 Но проблема в том, что мне сейчас нужно А, как насчет Смотаться на четвертый континент И с вампирами все пролететь Да, наверное, это самое правильное, что можно сейчас сделать В общем, есть несколько путей захвата Третьего, второго, третьего континента То есть я сейчас могу закупить текущие армии По максимуму И вот так вот с переменным успехом Сражаться Но с другой стороны Учитывая то, что у меня есть вампосы И хорошие спеллпауры Я могу сейчас уже Пропутешествовать Последнюю неделю потерять на четвертый континент И собрать там До хрена просто Сокровищ И посмотреть там Драконов, демонов, вампиров и прочую Нечисть Так Наверное, я так и сделаю В общем, закупаем мы таймстопы Но для того, чтобы летать Нам нужно Чувствуете, сколько таймстопов, да? Понеслась Но я сейчас его использовать не буду Потому что нам же нужно пропутешествовать Но для того, чтобы нам Проспокойно Летать Мы не можем сейчас летать Не получается Нам нужно избавиться На время избавиться Потому что тратить полсотни друидов И 22 тролля Это не очень хорошо Мы Сплавим это пока в замок Соответственно, делаем еще один Castle Gate Spell Коих, кстати, осталось немного И переносимся снова на первый континент К уже знакомому замку Оставляем всех друидов Троллей И гномов Остаются у нас только вампиры И вуаля Нажимая кнопку F Мы начинаем летать Все Именно таким вот образом Мы должны Пройти четвертый континент Без потерь по времени Мы снова берем лодку Потому что Не знаем ни одного замка Ни одного Ни одного города На четвертом континенте И тратим, надеюсь, последнюю неделю И переносимся в Сахарию Самый хардкорный континент Девятая неделя Сразу Врубаем Таймстопы Тысяча дней на таймстопе Таунгейт спел Отлично Начинается Путешествие на четвертом континенте Последний рисунок Рисую на карте Это у нас Таунгейт Спел Заклинание Которое перенесет нас К любому городу В том числе И этому Этот город Ви И здесь продается Таунгейт спел Я тут же покупаю Массу этих заклинаний Потому что это по сути Практически тот же самый Кастлгейт Просто Чаще всего Города и Замки находятся Рядышком Можно путешествовать И так и так Фиксирую Что это Таунгейт Никого на четвертом континенте Я выиграть сейчас Пока не могу Но За счет того Что мы можем летать Мы не с кем сражаться Пока не будем И летим В самое Сердце Ой Меч Меч можно сразу брать Он позволяет Он кажется Атаку увеличивает У всех В общем Карта Сахария Представляет собой Огромную пустыню В середине которой Скалы непреодолимые И для того Чтобы собрать всю Сахарию Вам Если вы не будете Летать на драконе С таймстопом То вам нужно Потратить огромное Количество времени Но сейчас мы Собираем все сундучки За счет Так И нам еще дают Открытую всю карту Ну точно не заблудимся Эти товарищи Присоединятся Надеюсь это будет Что-то летающее Архмаги Отлично Отлично Они летают Это Очень сильные лучники Встречаем пещерку Пещерка Это очень важно Потому что в пещерке Как правило На четвертом континенте Либо драконы Ну и все Вроде нет варианта Больше Да драконы Семь драконов Берем семь драконов Ставлю восклицательные Знаки на карте Драконов Максимум двадцать пять Но чувствуете Какой у меня Клевый лидершип Что я смог взять Только семь драконов Пять тысяч за штуку Помечаю дракон Драгон Это очень жесткая армия Летим дальше Собираем Увеличиваем Свой лидершип В сундучках Деньги не берем Еще одна пещера А гиганты Еще могут быть Гиганты Полезные товарищи Но они летать Не умеют Поэтому мы их Брать не будем Пока что Встречаем замок Это Орех Орех Замок С Кажется Это самый жесткий Товарищ Драгон Брэс Не уверен я В общем записали Мы этого товарища Вновь на дракона И полетели дальше Собираем сокровища Рейс контрол В общем очень сильно Грейдимся Вот здесь тоже Интересный момент Вот так вот Кстати мы с братом И узнали Что можно летать Когда увидели На карте На открытой Что есть Место Куда не добраться Простым способом Начали уже Думать И слово за слово Нашли эту фишку Ну конечно Потом выяснилось Что в интернетах Это можно было прочитать Но Это же был хардкор Так Вот эти товарищи Будут присоединяться Это гиганты Нет Не будем мы их брать Эти тоже будут присоединяться Огры Возьмем просто Для того Чтобы посмотреть Сколько их там было Удаляем тут же Собираем Друиды Ну Намады Демоны Проблема С юнитами На четвертом континенте В том что Часто присутствуют демоны А демоны Это такие твари С слабенькой атакой Со средней защитой По сравнению Со всеми остальными Т Т там 5 Наверное Юнитами Но Они Где-то За 10 С 15 Процентной вероятностью Делают Халф То есть Просто лишают Половина армии Берем еще один артефакт Я не помню Что он точно делает Но помню Что его В отличие от Короны И книги На третьем континенте Лучше брать сразу же Летим дальше Собираем Два заклинания Клона Видите в центре Какой лабиринт Нам предстоит По нему еще Попутешествовать Еще один замок Таунгейт Получили Замок Квестовый На третьем континенте Кажется всего Три замка Этот замок З Здесь Обитает Жесткий Один из Ну они все в общем-то Жесткие на третьем Тире То есть на четвертом континенте На третьем тире Вот Ну мы Пользуя заклинанием Таймстоп Собираем Сундуки Минуя Охрану Ну летим потихонечку А вот Важный Вот в таких вот Обитают Соответственно Скелеты Зомби Я располагаю Их порядки Возрастания Уровня Гасты Вампиры И демоны То есть у нас Скорее всего здесь будет Либо вампир Либо демон Надеюсь вампир Демоны Черт Ну они тоже летают Но Я их недолюбливаю Они дорогие С одной стороны Бойцы из них Хреновые Если только не на рандоме В центре сокровищница Собираем Все что только можно собрать Минуя пока что охрану Увеличиваем Колоссальный лидершип Увеличили только что Спалл пауэр на единичку Так Здесь у нас Есть Три Сундука Опа Как много Надеюсь драконы Нет Это просто Драконы присоединяются Берем Они не вышли Из под контроля Пара драконов Все присоединилось Но как бы Это хорошо И здесь еще одна пещерка Гиганты 50 гигантов Кстати можно купить Максимум 50 гигантов Фиксирую на карте То где они располагаются Потому что это все таки Самые сильные Стреляющие юниты Они не летают Но стреляют Очень больно Что у нас там По карте осталось Центр практически Весь открыт За исключением Вот этого левого верха Мы за счет Таймстопа Уже не церемонис Пролетаем Здесь у нас будет Только архмаги Только архмаги Да Но проблема архмагов Как раз та же самая Что и друидов Видите Они спаунятся По 25 штук А на лидершип Их можно купить Довольно много Поэтому Я их брать не буду И открываем Правый низ Центра Для того чтобы Ну Закрыть То есть Последние уже войска Это присоединиться Архмаги Ну ладно Раз на халяву Значит возьмем Полетели дальше Это у нас Телепорт был Не нужно сюда заходить Здесь у нас Будут Гига Ой Архмаги Снова Потому что Больше некому А вот здесь Либо вампиры Очень надеюсь На вампиров Либо снова Чертовы демоны Вампиры Отлично Покупаем 50 вампиров Можно еще Купить 47 Но Сейчас фиксирую Это на карте Чтобы потом Знать Куда возвращаться Если что Ну 55 вампиров Это уже Нормальная армия Полетели дальше Здесь Столбы Последние Сундуки Ну и Фактически Мы Все барыши С четвертого Континента Собрали Осталась только Вот Слева Одна точка Вот здесь Вот И Да Все Собственно Что мы имеем Мы имеем Две точки с гигантами Точку с драконами Точку с вампирами Архмаги Пару открытых замков Ну и собственно Все Можно пролететь По периметру А вот Видите Вот этот вот замок В песках Находится Там мы тоже Вынуждены будем Без таймстопа К нему проходить Потому что Садиться Напротив замка С дракона нельзя А здесь мешает И мы будем Вот отсюда Вот к нему идти Ладно Короче пролетим Сейчас еще мы По периметру Карту Для того чтобы Посмотреть Какие заклинания У нас В городах Сейчас будут А кстати Почему я не сражаюсь Если там не демон То можно Гиганты Архмаги Да легко Полетели пацаны 55 вампиров Это армия такая Что Дай боже Тем более 9 драконов Кстати мне нужно Сейчас вернуться За драконами Потому что Мы сначала Нашли драконов Купили А потом прошлись Еще по Сундучкам То есть наш лидер шип Довольно сильно возрос Да можно уже захватывать Спокойно Полетели Короче убиваем всех Что не демонов Потому что если сейчас Напоримся на демонов Они сделают Драконы Друиды Арки Конечно И они сделают Халф Я не в жизни Не восстановлю Там те же самые 55 вампиров Таким же простым способом Как это сделал До этого Так ну Вампиры принимают Удар В том числе И драконов Вот они Он Сейчас прелесть Как раз в чем 54 вампира Они делают удар По двум драконам И не убивают Хоть кого-то Но высасывают Правда сейчас Дракон им тоже надавал Ладно Оставим их разбираться Один на один Видите как они Так хорошо убивают Город Инстант арми Спел Отлично Но у меня нет К сожалению Места больше Но я могу потратить Сейчас несколько заклинаний Типа Таунгейт спел И тогда мы сможем Уже без задержек Захватывать замки На втором и третьем континенте Итак Что это за город Город СЗ Здесь Инстант Арми А вообще Вы знаете Я наверное Все таки Таймстопов Еще по Поскидываю Потому что мне предстоит Долгое путешествие Мне надавали Заклинания Просто других Таунгейт спел Ладно Тогда Спасливаем Таунгейт спел Буква З У Таунгейт спел У Е З У Е З У Е З У Е З У Е З У Е З З Надеюсь освободили Немножко Да 5 заклинаний Инстант Арми Может побольше Еще 5 заклинаний Не Хватит Полетели Дальше Сейчас будет Еще несколько Юнитов Гиганты Друидов Варвары Отлично Полетели Тут без особых проблем Налетаем Убиваем Сейчас будет Весело Очень Захват Большей части Замков Мочилова Всех Юнитов Которые Вражеских Которые Будут вставать На пути И довольно Быстрое Преодоление Всей карты За счет Полетов И таймстопа Все это Как раз Преимущество Сорки Вам повысили Два раза Звание И вы уже Обладаете Таким Спеллпауэром Что Троллер Архмаги Вампир Отлично Летим 15 троллей Уже не представляют Такой угрозы Тем более Они не пробьют Ни в жизнь Девять драконов Вампиры Танкуют Драконы Наносят Хороший урон Мы закупимся Перед тем Как покинуть Четвертый континент Драконами Потому что Помните Там было Довольно Много драконов 25 штук А я Резурект Спелл Отлично Резурект Спелл на таком этапе Хорош чем Если вы наткнетесь На демонов И он вам Сделает Халф То Резурект Наиболее эффективный Способ Восстановить Армию Я запишу Этот замок Не буду Наверное Покупать Пока Хотя Может парочку Это город Г И тут Резурект Спелл Я не знаю Во-первых Всем здравствуйте С кем не здоровались Я очень увлечен Процессом Потому что В эту игру Играли Как и вы Многие Другие Еще В легком Школьном возрасте Есть О чем Рассказать И очень Здорово Погружает Играние Смотря на то Что здесь Графики По сути Нет Современный Звука нет На заднем фоне Кстати играет Саундтрек Из Верлорда Наиболее тематическое Что удалось Подобрать Вот Но я думаю Что хардкорщики Конечно Сейчас испытывают Чувство Ностальгии Очень Характерные Так Летим дальше Сейчас будем встречать Новых Монстров По пути Дроиды Драконы Архмаги Легко Тем более То что Тут уже даже Драконов Мало У врага То есть Когда Три дракона На девять Тут Трое Никак не убьет Девять По практике Просто И кажется Сейчас Мы уже Должны Завернуть Направо Чтобы Здесь Драконов Купить Да Кажется Здесь Они Да Еще Семь Драконов Ух Шестнадцать Драконов С нормальной Моралью Дорогого Стоит Архмаги Драконы Дварф Легко Собираем Деньги А вот Я сейчас Выстрел По драконам Мне написали Что не было Никакого Эффекта От вашего Выстрела И выстрел Ушел В пустоту Да Драконы Убивают Шнадцать Драконов За раз Просто Выносят Сорок Восемь Дварфов Летим Дальше Ходов Много Здесь Кажется Был последний Из юнитов Который Дварфы Вампиры Хорошо Полетели Волки Улетают Вампиры Улетают Вампиры Просто Улетают Дальше План Следующий Мы переносимся На второй Континент Где Благодаря Сочетанию Заклинаний Касселгейт Четыре штуки Таунгейт Восемь штук И инстант арми Пять штук Захватываем Все квестовые Замки Начнем Мы Пожалуй А мы же Можем летать Еще То есть У нас нет Привязки Вообще К тому Что там Лодка Не лодка Переносимся К замку Например Баргаш Только нам Нужно взять Вот Это контракт Огр Баргаш Аэскор 16к За него Дадут И он Обитает У нас В замке М Вот мы Здесь Идем Ну Смешная Да Согласитесь Армия Понеслась Драконы Полетели Вампиры Танкуют Никого Здесь у меня Не убьют Сражение Проходит Очень быстро Только Надо Сейчас Будет Выйти Сделать Instant Army Spell Чтобы Ах ты Пропустил Ход Я Ну ладно Ничего Все равно Этот ход Был бы Instant Army Spell Для того Чтобы Быстро Получить Армию F И Эльфы Ко мне Прижойнились Кстати Тип Войск Который К вам Джойниться Зависит От того Насколько Высок У вас Spell Power То есть Там Могут Джойниться И Друиды В общем То Если Будете Какими Архимагом А я Могу Летать Опять О Тут Зря Кстати Тридцать Шесть Эльфов Ладно Купим Пять Эльфов Чтобы Не тратить Заглинание Instant Army Spell Здесь Собираем Попутно Всех Врагов Потому Что Это Влияет На Количество Очков Финальных Тем Более Это Делается В Один Ход И За Это Еще Дают Денег Немного Но Там На Пол Дракона Уже Можно Тем Более Там По 40 Лидершип Нормально Получается Те Места В Которые Я Не Мог А Я Не Могу Летать С Эльфами Точно Сейчас Мне Нужно Будет Вернуться Во-первых Посмотреть Что я Не Открыл Я Не Открыл Довольно Много Пробежаться Фаербол Купил Пробежаться Вот По Таким Вещам Быстренько Собрать Всю Карту Я Буду Стараться Это Делать Как Можно Быстрее Чтобы Вы Не Заскучали Оспал Пауэр На Единичку Тоже Повысили Вольф Так Это Ерунда Все Заодно Мы Здесь Еще Будем Натыкаться На Города Здесь Много Городов По Побережьям Кажется Здесь На углу Один Нет Нет Никакого Города Жалко Значит Дальше Будет Уже Не Смотрим Кто Там Не Смотрим Что Там Просто Берем Убиваем В один Ход Еще Спал Пауэр На Единичку Да Все Таки Надо Заниматься Не Только Ради Очков Но И Гномы Какие Ну Ладно Еще Гномов Купим Они Все Равно Внизу Армии То есть Даже На ход Не Влияют Фаербол Спел Гост И спрайт И Все Фигня А Да Архмаги Умеют Летать Умеют Летать И стрелять Здесь Будет Кастл Кажется Какой-то Сир Марагун Закрул Отлично У нас Еще Квестовый Кастл Здесь Затерялся Сейчас Мы Его Как Раз И Соберем Заходим Довольно Уверенно Заходим Хоть Армия Тут Довольно Серьезно Уже Начинается То есть Вампиров Драконов Здесь Уже Можно Терять На Тех Самых Рыцарях На 15 Если Бездумно Подставлять Но Если Дать Ударить Кем-нибудь Типа Милиции А не Протаковать Первыми То Дракона Одного Можно Потерять Еще бы Хорошо Найти Клоун Спел Для того Чтобы Сделать Много Премного Вампиров Они Мне Пригодятся Чтобы Разобраться С Замками С Двумя Из Трех На Четвертом Континенте Оставляем Соответственно Эльфов Уходим Едем Дальше Смотрим Кстати Что здесь За Таунгейт Спел У нас И так Дофига Этих Таунгейтов Ага Открывается Карта Бегаем Убиваем Получаем Деньги Здесь будет Небольшая Да Огрыд Варфа Спрайта Все равно Привочка Присутствует Читать С кем Я сражаюсь Хотя Объективно Тут никто Ничего Сделать Не сможет Так Наверное Я все таки Откажусь От Эльфов Своих От гномов В войсках Для того Чтобы иметь Возможность Летать Потому что Так мы Еще быстрее Все сделаем Например Здесь можно Срезать Раз Сразу Сокровищницу Хотя Кажется Еще будет Какой-то А Ну ладно Сразу Вниз Чик-чик-чик Чик-чик-чик Чик-чик Спалл пауэр На единичку Доходы Убиваем Летим Зачем-то Летим Стреляем Летим Убиваем Смотрим На мапу Ага Вот Наверху У нас Через леса Перелетаем Быстро Сразу К Войскам Гномы Спрайты Госты Все уходят В один ход И здесь Несколько Еще точек Будет Раз Два Три Полетели Снова Здесь будет Одна точка И пара замков Которые можно Уже захватывать По Каслгейтс Был Отлично Еще Минус Один Штамповочка Пошла Сейчас мы Перенесемся Вот сюда Возьмем Контракт А кто У нас В центре Ринальдиус Ринальдиус Драйбон Ринальдиус Вот он Блин А он Довольно Серьезный Кстати Я думаю Все таки Сочетание Вампиров И драконов Как Танк Плюс Как Танк Плюс Дамагер Мне поможет И вот здесь Вроде у нас Ринальдиус Да Ринальдиус Заходим Блин Демоны Трындец Вот эти вот 8 демонов Они уже могут Давайте их попробуем Зафаерболить 8 демонов Хренак Нет демонов Нет проблем Ну могут Халфануть Драконов Минус Там 8 драконов Вместо 16 И все И до свидания А так уже Тут Интриги нет Пытается он Убить вампиров Перелетаю Атакую Зомбаков Стреляю По скелетам Убиваю зомби И в два хода Получается мы Что У него Зажигалка Опять Курить я бросил Друзья Все нормально Просто вношу Зажигалку Из Кухни Так Инстантарми Используем Присоединяются Эльфы Оставляем Эльфов Здесь Слева У нас был Варьер С группов Монстры Захватываем Этот Замок Попутно Этот Ринальдиуса Вычеркиваем Просто С Брюсом Заговорился На часик Телефонный Разговор Такой Как иногда Бывает И поэтому А не того Вырубил Сейчас снова По вампирам И придется Делаем снова Инстантармию Получаем Эльфов Оставляем Эльфов Вычеркиваем Еще один Замок Наверху У нас Есть Баргаш Некий Товарищ Которого Тоже По контракту Надо Прибить Таурик Мах Какие серьезные Так а где Принц Бароупайн Его еще нет Ничего себе Я не могу Найти Ладно Возьмем Принца Я просто знаю Что есть Замок Вот здесь В лесах Которых Я не Не обследовал Потому что Ну Потому что Это слишком долго По времени Там такие Лабиринты Сейчас покажу Смотрите Внизу Много точек Много лабиринтов Но толку Бегать без таймстопа Здесь я Если честно Не вижу Вот он Принц Которого Надо убить Никаких проблем С ним не будет Естественно Уже Летим Мочим Без всяких проблем Заодно Соберем Весь лес Соберем Монстров И Соответственно У нас получится Что второй континент Почти что полностью Завоеван Останется Всего два замка В одном из них Варьер из группов Монстров Во втором Ну Этот Вилледж Злой товарищ Снова Воспользуемся Заклинанием Инстант Арми Получаем снова Эльфов Оставляем Эльфов Потому что Замок без гарнизона Он Когда мы потратим Еще неделю То Все сбросится То есть Его захватят Снова Монстры А если А я скорее всего Буду пытаться Захватить все замки То есть И на четвертом Континенте И включая Самый последний Поэтому Тут Будет тяжко Ну то есть Я потеряю Просто много Очков Если Все замки После того Как я Пройдусь По песочкам Перестанут Быть моими Ну Собираем Здесь За счет Режем Короче говоря Срезаем Пути Быстро Нарываемся Быстро Уничтожаем Быстро Получаем Бабло И Используя То что у нас Вся карта Типа Открыта Мы Летим Сразу туда Куда Нужно Эльфов Нет Не надо Их Брать Прошло Кстати Ровно Два часа Но мы Уже сделали Больше Большую часть Игры Мы уже Прошли Самую Медленную Так скажем Часть Самую Неопределенную Дальше Все будет Зависеть Не от Рандома По выпадению С пылов Который Мы уже В общем-то Собрали А От Того Насколько Мы сами Правильно Все сделаем Эльфы Гномы Дварфа Дварфы Хотят присоединиться Отказываемся Телепорт Спел Пригодится Кстати Если мы Захотим Опять же Захватить Последний Замок Так Тут еще Кусочек Неоткрытый Остров С Этот товарищ Присоединится Но Вряд ли Да Мы это Примем Потому что Нелетающие Юниты У нас уже В Касл Гейт Два заклинания Неплохо Ага Сейчас мы должны Взять Контракт На Баргаш Или как он там Называется Берем его Здесь Если он есть Ракфейс Мне кажется Я неправильно записал Там будет Либо вот Ракфейс Нет Он на Архипелии Написано Этот на Архипелии Этот на Архипелии Этот на Сахарии То есть Что Все Больше не осталось Подлецов Гивап Нет Конечно Промахнулся И Собирался Сдаться Только что Ходки решают Так Ну вот Остался Вот Этот Вот Да Здесь Эльфа Нашел бы Раньше Было бы Проще Выигрывать Хотя Друиды у меня были Что тут Жаловаться Сюда даже Заходить Не будем И идем Захватывать Вот этот Вот замок Сразу же Чик А тут был Товарищ Да Мы Собираем И его Летим Убиваем Варьерс Групп Монстр Ну Что Чистим их Этих Варьерс Групп Убиваем Ну короче В один ход Получился Они Раз А они Два Очень Здорово Вышло Делаем Инстант Армию Последнее заклинание Кстати Может здесь кто-то есть О Присоединится Два рфа присоединились Отлично А это просто Замочим То есть нам еще на один замок Как раз хватит То что нужно То есть нам не придется Искать там что-то Где-то Как-то Так здесь все прошли Да Больше Ничего Нет в этой части карты Да и в принципе У нас вся карта Открыта Получилась То есть Один замок И все Так сюда надо Положить Кстати Да Зря получилось Инстант арми Спел сделал Мне некого будет Оставлять А ну может там будет Ладно Сделаем Дисмисс Или Перенесемся Нет Сделаем Дисмисс Все-таки Отказываемся от Дварфов Летим Убиваем этого Товарища И смотрим Что за последний Замок у нас остался Потому что Он у меня записан Как замок По контракту А подходящего Контракта Уже Ну нет его уже А я его захватил Тогда Забыл вычеркнуть Все Все замки На втором континенте Захвачены Остается третий континент Но для того Чтобы нам Комфортно справиться С третьим континентом Соответственно Нужно Во первых Повысить звание Я думаю Нам дадут Следующее звание На первом континенте И Используем В общем Заклинание Таунгейт Переносимся К Таунгейту Аш Это на первом континенте Заходим к королю Говорим Здравствуйте И нам говорят Что вы еще должны Двух замочить Виледжи Вилленца Чтобы Получить звание Я конечно Негодую Зря смотался Но хоть Получил ориентир Собирать Монстров На первом континенте Конечно Не очень благодарно Поэтому я просто Пролечу туда Куда не смог Пролететь А тут даже Нечего собирать Вы знаете Так Лидершип 2 Это не серьезно Пролечу Ко я просто Посмотрю Ну Такие вот вещи Да Нельзя пропускать Тролли О Хорошо В общем Сейчас наша задача Вернуться на Четвертый континент Зайти за дракошами Кофе Спасибо Моя хорошая Зайти за дракошами И Уже Примеряться А нам нужен Еще Клоун Спел Для того Чтобы сражаться Нормально Так А здесь у нас что Верерс групп Монстров Отлично Захватим Чтобы сражаться С товарищем На третьем Континенте Потому что там Уже будут Демоны Драконы Вампиры Еще больше Архмагов В общем Более серьезная Армия Единственное Что у меня Сейчас нет Инстант Арми Спел И Где я его Брал Инстант Арми Как раз Находится На четвертом Континенте Так что нам Полюбасу Нужно возвращаться Но мы ничего Не теряем В принципе Мы просто Переносимся Сразу же Через Таунгейт К Городу Зет Где продается У нас Инстант Арми Спел Только у нас Нет к сожалению Свободных Средств Потому что Вот бридж Есть заклинание Есть заклинание Рейс Контрол Ненужное А для Инстант Арми Не хватает Ну давайте Таймстопов Тогда Повкалываем И освободится У нас Как раз Пять заклинаний Этого Может даже Хватит До конца Игры Хотя нет Не хватит Дальше Мы летим К нашим Драконам Как вы Помните А И заодно Зайти к вампирам Потому что Вроде как Неделя прошла И может быть Так Драконы Гиганты Здесь драконы Где-то Здесь Здесь Точно Вот они Два Дракона Лол А я же могу Сейчас на третьем Континенте Увеличить свой Лидершип Но хотелось бы Конечно Сначала Получить еще одно Звание Лидершип Повысить И только после этого Его удвоить Напомню На третьем Континенте Есть два Два Отличных Артефакта Которые Стоит Приберечь К самому Концу Игры Который Увеличивает Лидершип В два раза И который Увеличивает Knowledge В два раза Поэтому Скорее всего Я С текущей армии Точно Нигде На клон Не натыкался Клон 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 Мне не похуже Ладно Летим На Третий Континент А нет Вампиры могли Заспауниться Да Маловероятно Конечно Но все таки А или Архмага взять Там же были У меня Архмаги И демоны Были Правда Но вот Архмаги Хотя их Сколько 130 штук Я никак их вообще не Ладно Давайте возьмем Демонов Они как-никак Все таки Посильнее Повыгоднее Архмагов Будет Так А где они там У нас Они где-то Здесь были Да Вот они 25 демонов 75 Да Да Давайте возьмем 25 демонов И Они смогут Сделать Халф На какие-нибудь Войска Особо Жирные Ну что Теперь Переносимся На третий Континент Заклинанием Таунгейт На третьем Континенте Нам выгодно Во-первых Купить Таймстоп А он Находится У нас В городе Си Прямо Вот здесь Купили Один Таймстоп Ладно Полетели Дальше А куда Полетели Без контракта Там И здесь У нас Наверху Варьер С групп Монстр Мы Купим Сразу же Тут Одного Тролля Для того Чтобы Его Оставить И вот Сейчас Уже По Варьер С групп Монстр Будет Нет Непонятно Здесь Варьер С групп Монстр Очень Очень Слабенькие Оказались На проверку Ну вот Демоны Полетели Вы можете Оценить Да 18 драконов И 25 Демонов И что Драконы Там По 15 Троллей Убивают За раз А эти Три Три Барбариана Не могут Убить При том Что Барбарианам Защита Хуже Чем У троллей Но Зато Они Могут Сделать Халф А Халф Он И в Африке Халф Там На Например 50 драконов Халф Это Вот Халф Например На единичку Правда Не решает Совсем Освободили Замок Получили 23 тысячи Оставили Троллей Следующий Замок У нас Находится Ниже Мы К нему Летим Но Нужно Сначала Взять Контракт А внизу У нас Замок Под Именем С Виллианом Зар А он На 35 Триндец Друзья Там Будет Тяжко Я не знаю Что Хватит И там Уже Нужно Порядка Там 100 Вампиров Для Комфортной Игры Ладно Купим Троллей Зачем Правда Придется Лодку Покупать Потому Что Я Должен На другой Континент Фактически Перелить На другой Этот Вот сюда Перелететь Записываться Не буду Шесть Драконов Ничего Нормально Играбельно Но тут Конечно Нужно Во-первых Поклонить Уже Вампиров Делаем Клон Шесть Вампиров Отлично Отлично Главное Не превысить Количество Вампиров На клоне Чтобы Они Из-под Контроля Не вышли Насколько я Помню На четвертом Континенте Мы заходили К вампосам Могли Взять 99 штук Из 50 Возможных Поэтому Но тут Конечно Вопрос Кого Кем Завязывать То есть С рыцарями Лучше Вообще Не сражаться По возможности Поэтому Скорее Все Я сделаю Следующим Образом Этих Кавалерию Буду Вбивать Вампосами По рыцарям Стреляем Этими Драконами Бьем Драконов Демонами Демонами Сачкуем Потому что Они нихрена Не умеют Потому что Им наваляет Даже 100 копейщиков Копейщики Нарываются На драконов Это Не честно Конечно же Вот идут Наиболее опасный Отряд Это как раз Рыцари Продолжаем Атаку Стреляем В первую очередь По рыцарям Здесь стреляем По драконам У меня убивают Одного дракона Здесь убиваем Демонами 15 копейщиков Лол Слабенько Конечно Теряю уже Демона Одного Наверное Вы поймете Почему я не очень Доверяю Демону Потому что Они стоят Как половина Дракона А толку От них Как 1 к 5 Где-то Демонами Надо валить Халф Отлично Вовремя Ну да Если Халф Урон Демона Регулярный Больше Чем Халф Который Он делает То Делается Конечно Урон Регулярный Сейчас Нужно Продумать Каким образом Мы будем Наагриться На рыцарей Скорее всего Вампиры Примут удар Да Дальше Ударяют Драконы Дальше Ударяют Демоны Халф Отлично Вовремя Ну и там Тролли Танкуют Подоставшиеся Вампиры Начинают Отжираться Уже Здесь Мы делаем Клон На вампоса Еще 6 Вампиров Ну дальше Просто Добиваем Ну здесь Уже Да Здесь уже Поближе Уже Идут Потери Подраконом Учитывая Что это Третий Континент А не Четвертый На четвертом Поверьте Там будет Очень весело По количеству Войск В замке Вот здесь Мы оставляем Соответственно Троллей А кстати Можно взглянуть На пазл Который мы Открываем Там же Изрядно же Открыли Я знаю Где это Все Можно уже Заканчивать Игру Это первый Континент Ориентировочно Самая первая Локация Слева То есть Вот это Вот островок Маленький Здесь Вот подъем Вверх Еще вверх Слева Внизу Лежит Лежал Этот Сундучок А вот здесь Главный замок Находится Ну то есть Такое Довольно Палевное место Но Нам не дадут Больше очков Если мы раньше Закончим То есть У нас все равно Работает Таймстоп Правильно Следующий контракт На Аурика Он Меньше денег Соответственно Там меньше Он слабее Он находится В центре Сейчас карты Мы Летим к нему Опа Не пропускаем Не пропускаем Конечно же Здесь Товарищи За них дают денег Они выигрываются Практически Так же легко Как на Первом континенте На втором Но Денег дают Соответственно По силе То есть Тут сейчас Тысячи пять Дадут Семь Туда Это Летим сразу К замку Он где-то здесь Здесь же Лежит книжка Про которую мы помним Которая увеличит Наш ноуледж А это Верерс группов Монстрс Ладно Я откажу Сначала Сначала Сделаю Инстант Арми Спел И Зайду Тут Смешная Армия Нужно найти Заглинание Клонирования Чтобы Еще попутно Делать клон На вампиров И увеличивать Их количество Потому что Будет Тяжело Без Нормального Количества Вампиров Захватывать Замки На Четвертом Континенте Одни Драконы Там Не сделают Игры Захватили Оставили Эльфов Посмотрели Вот замок Который нам нужен Он находится Выше Пролетаем К нему Буквально Два шага И вот он Аурик Делаем Инстант Арми Получаем Снова Эльфов Заходим Да Здесь вот Самый Жесткий Пар Это 20 Гигантов Которым Даже Подпускать Вампиров Не хочется Потому что Они их Один в Один Убьют Для того Чтобы Все было Хорошо Нам нужно Избавиться От Либо Гномов Либо То есть Надо быстро Убить Кого-то Проще Всего Быстро Убить Пизантов Чем Мы Собственно И займемся Минус 500 Этими Стреляем По Пизантам Ой Это Флай Ну ладно Слетай Сюда И стрельнем По Пизантам Отлично И Драконами Мы Занимаем Вот Собственно Такое Козырное Место Рядом С Гномами Которых Быстро Убиваем Демонам Приказываем Что-нибудь Полезное Сделать Попробовать Захалфить Сильных Номадов Которых Много Они Сильно Немного Немного Больно Бьет Без Драконов Тут Не Справиться Но Зато Драконы Делают Сразу Минус Десять Эльфы Что-то Зачем-то Стреляют Можно Не Стрелять Ими Конечно Ж И Нет Документации По Демонам Сколько Они Процент Делают Халф Но По Опыту Это Где-то Десять Пятнадцать Процентов То есть Где-то Каждый Шестой Или Каждый Десятый Выстрел Навскидку Ну Так Просто По Статистике Демоны Все-таки Они Нами Юзались Когда-то Иногда Конечно Он Делает Халф Сразу Но Товарищ В этом Плани Он Очень Ненадежный Отваживай Демонов По-добру По-здорову Чтобы Уже Нормальные Пацаны Принимали Удар Да И тут Драконы Делают Своё Дело Уже Девяносто Тысяч Нам Дают 60 За монстров 30 За контракт Оставляем Эльфов И У нас Нам должны Звания Повысить Но Не стоит Торопиться Потому что Есть у нас Ещё Один Замок Наверху Там Обитает Последний Виледжин Виллиан На Этой Карте Вот здесь Вот он Я не помню Какой контракт Но кажется Махк Кажется Сороковник Он самый Жёсткий На этой Карте А Не 25 Наоборот Он Такой Самый Лёгкий Из всех Которых Мы Проходили Делаем Инстант Арми Снова Эльфы Присоединяются К нам Заходим В замок И смотрим Что не так Что по контракту Совсем Врут То есть Здесь И драконы И гиганты Их конечно Поменьше Чем раньше Но Там Там было 9 И 40 А здесь 6 И 30 Но По сути Все остальные Они Ну Сильные Тоже Да Тут Я Потеряю Дракона Скорее Всего Потерял Одного Уже Бьем Гномов Потому что На них Проще Всего Отжираться Стреляем По гигантам Убиваем По возможности Драконов А летим К этим Делаем Вейт Чтобы Драконы Сначала Брат А Нет Не можем Там Вроде Вампиры Уже Справляются То есть Они Даже С учетом Того Что Их Бьют Трое Они Успевают Отжираться Мы Немножко Сейчас Им Поможем Да И Этот Замок Тоже Поддался Последние Штрихи Гиганты Там Атакуют Пытаются Что-то Сделать Но Здесь Конечно Я Отступлю Чтобы Вампиров Там 64 Было Они Должны Сейчас Накопить Себе Да Нормально Да За войска Здесь Даже Больше Денег Дали Не 60 Тысяч Как За Прошлый А 70 То есть Немного Незбалансировано Получается По контракту Так Ну что ж Мы захватили Все замки На третьем Континенте Единственное Что нам Осталось Интересного На третьем Континенте Это Конечно же Заклинание Таймстоп Которое Здесь Есть В единственном Экземпляре На других Континентах Его нет И Два Великолепных Артефакта Но К этим Артефактам Мы вернемся Только после Того Как Получим Последнее Звание У короля Для того Чтобы это Сделать Мы делаем Таунгейт Спел И возвращаемся К нашему Привычному Городу Вот сюда Вот Кстати Давайте Заодно Покажу О каком Вот Вот он Пазл На мой Взгляд Похоже Да До этого Заходим На аудиенцию Королю И нам Говорят Что Отныне Вы Архмаг Я говорю Спасибо И до свидания 24 Спел Пауэр 41 Максимальное Количество Сплов Лидершип 4000 И сейчас Самое Время Увеличить Количество Заклинаний В два Раза И лидершип В два Раза Для этого Мы Переносимся На третий Континент К Например Городу К Где лежит У нас Артефакт Черт Промах А я не отметил Таунгит 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 Ладно На Е Тогда Перенесемся И снова Мимо Трэндиац Это Касл У меня был Е Два Заклинания В пусты Ладно Используем Касл Тогда На Е Вот сюда С третьей попытки Мы перенеслись На третий Континент И берем Корону Лидершип 466 И Лидершип 8132 Полетели Дальше Нам нужно Взять Теперь мы Можем Брать Войска В два Раза Больше То есть Лидершип У нас Такой Что можно Взять Например 325 Друидов Приятно Приятно В центре Мы берем Книгу Которая Даст нам Такое Количество Заклинаний Запоминать То есть 82 штуки Сейчас у нас 41 И это Много Потому что Мы уже Получили звание Арахмага И Собственно Мы берем Книгу И увеличиваем Количество Максимальных Заклинаний До 82 Все Теперь Делаем Все что угодно Там Таймстопы Клоны Действуют Великолепно Но проблема В том Что у меня Клонов нет И Таймстопы Закончились Короче Идем На Четвертый Континент Берем Там Драконов Берем Там Вампиров Берем Там Заклинание Резурект Сейчас Быстро Надо Пролететь Пролететь Таунгейт Спел И Переносимся К тауну В Здесь Берем Несколько Таунгейт Видите 60 заклинаний Можно еще Заполнить Взяли Немножко Таких Полетели Полетели К драконам Сразу же Все же Финальная Стадия Игры С максимальной Лидершип Который Только Возможен Драконы Не здесь А вот Здесь Вот Ой Черт Или Я действительно Перелетел Кажется Это Телепорт Нет Да Гиганты Гигантов Можно взять 135 штук Гиганты Мне пока Не нужны Драконы 24 могу взять 9 доступно Вот так вот Увы Еще один минус Драконов Как раз в том Что если вы Не нашли Две точки На четвертом Континенте Они же рандомно Появляются То нормальное Количество драконов Вы не сможете Сделать В отличие От нормального Количества Тех же самых Вампиров Которых Можно клонировать Но для того Чтобы склонировать Вампиров Опять же Нужно Заклинание Клон Которого Я не нашел То есть Его Его не было Кажется Резурект Спел Берем Несколько Резуректов Это как раз Против Ну чтобы Вампиров Восстанавливать Армию Восстанавливать Сейчас быстро Пролечусь По По Таунам Разных Континентов Для того Чтобы найти Клон Спел Инстант Арми Несколько Штук Взяли А смотрите Таймстоп А Таймстоп На каком Континенте Это был На Третьем Я не купил Его У нас есть Тысяча ходов Сейчас попутно Убьем Демоны Друиды Драконы Ладно Бокс Немь Десять Демонов Фаербола Может запилим Десять Демонов Отлично Все Теперь Без потерь Сейчас будет Этим Драконами И отжираемся 26 тысяч Вполне заслуженно Получаем Летим дальше Сейчас мы Найдем этот город Мне просто убедиться в том Что действительно Клона На Да Клона на этой карте Нет Ладно Тогда У нас Второй континент И первый Еще не копан Мы вернемся К Например Каслгейтам Каслуай Это второй континент Здесь закупим Заклинание Еще Каслгейт На всякий случай Каслгейт Да Здесь Каслгейт И сейчас Внимательно Просто Пролетим По всем Городам Которые Здесь Рядышком На предмет На предмет Клона Фаербол Давайте Купим Сейчас В деньгах Нет Проблем Немножко Того Немножко Сего Таких Вот монстров Случайных Убиваем Сейчас Наша Задача Захватить Три Последних Замка На четвертом Континенте Если Два Последних Замка Я смогу Наверное Даже Убить Регулярным Закупом Хотя Это будет Непросто Ну Жесткие Там Товарищи Все таки Так Здесь Я не взял Что то А Щит Вот Пожалуйста Еще один Артефакт Увеличение Защиты Там Что то Для мелких Юнитов Не помню Что то Хорошее Плюс Мы Открыли Еще Один Одно Место А Слушайте Мы не все Замки Захватили У нас Еще Есть Рак Фейс Вот Этот Вот Это На другом Континенте Это Где то На втором Или на третьем Даже Хотя На третьем Вроде Замков Не было Сейчас Сейчас мы Зайдем В Один Из Городов И Посмотрим Этот В Сахаре Вот В континенте Ничего себе Это как Он появился Товарищ А Видимо Я убил Его Без Контракта Этого Царя И он Появился В одном Из Замков На первом Континенте Хорошо Мне бы Сейчас По нему Информацию Кажется Было Заклинание Find Villagen Да Castle Ayrak Отлично Мы получили Имя Касла На первом Континенте Где Находится Этот Товарищ Вилины Убегают Если Вы захватили Его Не имея На руках Контракта Этот На Да Я Рокфейс На Архипелии Есть Один Замк Не захватил Короче У меня Еще Два Два Квеста Два Квеста Два Квеста Два из тайм-стопа всех летающих, мне нужно убедиться, опять же, в том, что нет заклинания клона. Это, конечно, очень маленькая вероятность, что там гейт спелл. Мне нужен клон. Реально нужен клон. Бридж спелл. А всякая туфта встречается. Телепорт спелл. Да, судя по всему, на втором континенте ни черта нет. Ладно, возвращаемся тогда на первый континент. Используем заклинание Castle Gate и помним, что буква IROC нас приведет как раз... А, нет, стоп. Я же не взял... Я же ROCKFACE взял в качестве контракта. Другой контракт здесь. Вот. Тот, кто мне нужен. Castle Gate спелл и буква I. Лол. Найс баг. Это мои эльфы, которые здесь остались, но они... Они против меня теперь. Что за лол? Я этот замок захватил, но они... А, ну, видимо, он в любой другой замок перенесся, потому что я... А, друидов дали, кстати. По 25 друидов. Кстати, можно одним заклинанием Instant Army сделать там себе очень много друидов. Короче, суть в чем? Я захватил по ошибке замок этого Дзара на третьем континенте, но не взял с собой контракт. И человек... Этого замка... Этого человека победил, но он ушел. Убежал, короче говоря. Учитывая то, что у меня не было контракта. Вот. И убежал он на первый континент. Сейчас у нас остался последний из слабеньких. Это Ракфейс. Он на Архипелии, на третьем континенте. Но прежде чем уходить на третий континент, я должен прочекать вот такие вот темы. Быстро пролететь по периметру первого континента. Опять же, на предмет... На предмет клон спела. Потому что спелы, в общем-то, они появляются вне зависимости от левела. То есть есть разные по стоимости, по крутости спелы. Но они, в общем-то, могут появиться как на первом континенте, так и на четвертом. Поэтому мне важно... Опять Торнандет. Господи, неужели клона нет? Резурект спел. А, здесь будет один таун. Помню точно. Бридж спел. Беда. Тайм-стоп в это время подходит уже к концу потихонечку. Здесь будет еще один таун. А, я могу по пескам, кстати, полетать. Так, вот еще один резурект спел. Да, но это, конечно, все-таки минус рандома. То есть, хотя бы хоть один был бы нужный. Так, нет. Летаем по пескам. Опа, артефакт. Черт, он в песках. Это так плохо. Ну, то есть я... Если я его возьму, то, соответственно, потеряю время. Гарантированно потеряю время. Сесть я на него не могу. Судя по всему, этот артефакт останется невзятым. Ну, он ерундовый какой-нибудь там. Я не знаю, что он дает, но... Просто одна картинка в пазле не будет разгадана. Нет. И на первом континенте нету клоун спела. Проверю я базовые вот эти вот. Find Willian. Снова нет. И вот здесь вот, кажется, один я не проверял еще. Lighting spell. Ну, лайфингов купим. Ладно, друзья, переносимся на последний третий... Ну, то есть на континент третий. Там мы Рокфейс убиваем. Это замок с именем Икс. Довольно быстро мы туда идем. Убиваем попутно вот тут товарища, который стоит рядышком. Выносим гигантов. Выносим... Гномов. И заходим в кассел. Да, Рокфейс. Да, но тут у нас демоны. Нужно фаерболом его вырубить. И уже расправляться с оставшимися войсками без каких-либо потерь по здоровью. Драконы всех убивают. Вампиры танкуют. Инстант армии спел у нас есть. То есть мы сразу же оставим здесь гарнизон, который нам нужен. И вот получили кругленькую сумму. 64 тысячи плюс 20 по контракту. Уходим из замка. Делаем инстант армии спел. Присоединяются снова друиды. Мы их оставляем. И в результате третий континент у нас тоже открытый. Причем я абсолютно уверен в том, что на третьем континенте тоже нет клон спел. В результате мы поставлены в непростую задачу. У нас есть квест захватить центральные замки. На четвертом континенте. А юнитов для этого нет. То есть мы вампиров взять не можем. Максимум, что мы возьмем на четвертом континенте, это 100 гигантов. Мы это сделаем. Возьмем два замка. Но для третьего этого не хватит. Потому что я знаю гарнизон в последнем этом замке. Там будет трындец. Если бы... Короче, придется делать... Выигрывать другим способом. Ладно. Значит, что мы делаем? Мы... Во-первых, берем таймстопов, которые уже заканчиваются. Таймстопы у нас здесь находятся. Чуть повыше, насколько я помню. Там, здесь там таймстопы. Таймстопов много не надо, потому что спалл пауэр такой, что за один таймстоп нам дают там 250 дней. Вот мы сделали. И у нас уже 2к свободных ходов. Кстати, зачем мы делаем таймстоп? Для того, чтобы у нас как можно больше времени осталось перед тем, как мы закончим игру. Для того, чтобы очков побольше получить. Сейчас берем самый левенький контракт из третьего континента. Вот он. Это самый жесткий за 50 тысяч. Ариэс Дрэгон Брэс. А есть Магус. Он тоже в Сахарии. Пам-пам-пам-пам-пам. Кастл неизвестен. Он находится в том кастле, помните, в песках. Мы к нему не смогли добраться, потому что не хотели время тратить. Сейчас, соответственно, мы сделаем следующим образом. Мы жмем кнопку C. Файн Виллиан. Виллиан. Узнаем, что он находится в кастле Узаре. Вон написано. Кастл Узаре. То есть теперь мы сможем без штрафа по пескам пройти к нему в замок. Использовать заклинание Кастл's Gate Spell. И не потратить, соответственно, время. Но прежде чем нам идти туда, этой армии, честно скажу, не хватит. Нам нужно взять, по крайней мере, еще гигантов. Переносимся заклинанием Town Gate Spell на четвертый континент. Это буква В. Седлаем дракона, полетели. И берем гигантов. Так, это драконы. На всякий случай я загляну. А, вот гиганты. Первые 50 гигантов. Раз. Черт, что же я ступил так? Как же я... Зачем я гигантов взял? Ну, то есть я же сейчас летать не смогу. Мне придется все равно сейчас, используя заклинание Castle Gate Spell, телепортироваться и сражаться. А с такой армией-то я... Ой, я дрен ватон, а. Боюсь, что не получится у меня захватить. Так, давайте я перестрахуюсь. Сейвы делать не будем, потому что это не хардкор. Мы попробуем... Переносимся Town Gate Spell к... Снова к любому тауну. Здесь собираем информацию о Виллиджине. Да, вот Магус. Много демонов, много вампиров, много архмагов. Гномы пизанты. Хорошо. Значит, драконов нет. Много демонов. Это можно попробовать... Вампиры фигня. Архмагов завяжем. Нормально. Убьем. Сам себя убеждаю. И телепортируемся заклинанием Castle Gate к нашему замку Ю. Ю, я сказал. Черт, все равно нельзя так делать. То есть даже учитывая то, что мы узнали, что этот товарищ находится в замке Уртуас, или как он там... Все равно мы должны пройти до него пешком. Это будет потеря по времени, но это вынужденная потеря. Вот смотрите. Мы стоим здесь на углу. И сейчас должны пройти вперед. Я запишусь, но никогда с Эйвом. Потратили много дней. И вот он. Да, замок Узари, мы об этом знаем, но сюда не смогли перенестись. Сражаемся. Будут жертвы, друзья. Будут жертвы. Потому что вампиров у меня столько же практически, демонов в два раза меньше. Про архмагов вообще лучше молчать. Только за счет драконов и гигантов можно выруливать. Но самая большая проблема это в том, чтобы вырубить его демонов. Потому что халф армии это очень плохо. Фаерболим демонов. Сразу убиваем 12 демонов. Триндец. Я не знаю, кем это комать их. Ну ладно, атакуем демонов вампирами, молясь, что не будет халфа. Нет халфа. Стреляем тоже по демонам. И драконами убиваем пизантов. Потому что хоть они самые слабые, но 5000 пизантов это очень много. Убиваем 1000. Никого не теряем. Демоны отдыхают. Гиганты стреляют. Убивают двух демонов. И вот демоны делают удар. Халф! Нет! Убивают половину моих вампиров. Ну да. Учитывая вероятность 10% с халфом. Со второго удара как-то не очень хотелось словить халф. Придется использовать заклинание Резурект. Посмотрим, что восстановим. 24 вампира. Неплохо. Теперь пробуем убить демона. Он, слава богу, халф не делает. Убиваем пизантов как можно больше драконами. Да, демонами летим убивать гномов. 24. Фигню сделали. Гиганты бьют вампиров очень хорошо. Десятку сносят. И снова выстрел от демонов. Они не делают халф. И собственно армия его уже считаете обречена. Потому что... Только сейчас не надо терять драконов. Мы не будем бить двух демонов вампирами. Лучше еще раз делаем фаербол. Убьем их так. А будем уже отжираться на... О, халф. Отлично. 250 гномов мы за раз убили. Вампиры сражаются с гигантами. Это все ерунда. Гигантов, кстати, мы оставим в этом замке. Это будет часть замысла. 206 убиваем. Летим. Это тоже убьем. Да, потеряли 4 гигантов. И... Где-то 4 архмагов. 5 вампиров. Ну так, в общем. Отделались малой кровью. Хотя халф был неудачным, безусловно. Вампиры отжираются по полной. Но на самом деле толку нет. Вот мы получили 186 тысяч только за войска. Оставляем гигантов в этом гарнизоне. И у нас остается... Несколько... Ну то есть 2 виллиана. Один другого жестче. Причем, вот этот вот товарищ, он не намного сильнее, чем тот, с которым мы справились. То есть, я думаю, что... Возьмем, например, рыцарей в гарнизоне в основном. И уже справимся за счет хорошего танка. А пока седлаем... А, делаем таймстоп один. Седлаем дракона. Куда лететь-то? Нам нужно, во-первых, закупиться таймстопом. Таймстопом, таймстопом на третьем континенте. Ладно, переносимся. Таунгейтом. К таймстопу это Си. Закупаем здесь несколько таймстопов. Делаем несколько таймстопов. Переносимся. Заклинание. Таунгейт. На первый континент. Это буква H. И покупаем танков рыцарей. Преимущество танков рыцарей в том, что вы... Ну, во-первых, они танки и хороший урон. И, во-вторых, в базовом замке вы можете нанять какое угодно количество. То есть, сколько позволяет вам деньги и лидерши. Поэтому рыцарей мы можем нанять 237 штук. Мы берем 237 штук рыцарей. Это очень хорошая армия. Конечно, у них низкая мораль. Я сейчас архмагов выкину из... Потому что они мешают немножко. Ну, вообще, да, рыцари, слово моралью, это беда. Ну, им некомфортно с нежити в одной группе, поэтому... Ладно, этой армии должно хватить для того, чтобы справиться с предпоследним Виллианцем. Вот с этим товарищем. Он тоже находится на четвертом континенте. Сахарии. И мы его уже... Мы его уже... А, может быть, мне еще звание дадут? Я же все-таки... Здравствуйте, здравствуйте. А, нет, все. Михалыч Архмаг, поторопись. Надо скиптер возвращать. Или все будет потеряно. Понятно. И... Мы переносимся заклинанием, опять же, знакомым Кастл Гейт в замок Зет. Это он. А есть у нас телепорт заклинания? Есть телепорт один. Хорошо, справимся. Да, что у нас здесь? Демонов еще больше. Рыцарей больше, чем у меня. Хреново без склона. Сейчас у меня должно было где-то быть 250 вампиров вместо 63 с этим-то спаллпауэром. Кажется, я здесь буду сливать. Сливать, причем так основательно. Если только мне очень пропрет на отсутствие халфов у противника. Ладно, сделаем тогда следующим образом. Телепортируем рыцари, потому что они очень медленные. В самую гущу событий, потому что они должны агру срывать. Далее летим вампирами сюда. Атакуем демонов. 4 демона, 3 вампира. Плохо. Этими убиваем архимагов. Демонами пытаемся штрафануть рыцарей хоть как-то. Отбиваем одного, теряем 9. Беда. Рыцарями не трогаем вражеских демонов. Воюем с вражескими, скажем, драконами. 2 на 4. Бьют вампиров. Без халфа пока обошлось. Так. Фаерболом мочим демонов. Мочим их так. Халфа нет. Хорошо. Убиваем архимагов. Этим молимся. Это последний удар демонов на халф. Халфа нет. Демон умирает. До свидания. Рыцарями убиваем драконов. Халфа снова нет. Хорошо. Пока справляются вампосы. Делаем еще один фаербол в демонов. Бьем. Не получаем снова халфа. Летим драконом к рыцарям. Убиваем 24. Теряем трех. Уже очень плохо. И вот он халф долгожданный, блин. Теряем половину вампиров. Вампиры, кажется, уже того. Резурект у меня есть. Но я предпочитаю сначала убить вампосов. Потом отлететь по-добру, по-здорову. Потому что там рыцари будут убивать. Драконами убью одного дракошу. Рыцарями буду сражаться, размениваться. Потому что рыцари это можно восполнить. А вот драконов я не восполню никак. Делаю резурект на вампиров. Получаю 40. Уже могу сражаться с кавалерией. Да, могу сражаться. Этими делаю вейд. Срываю агро на себя. Атакую безнаказанно. В общем, подставляем рыцарей своих. Еще делаем один резурект. Воскрешаем приличное количество вампиров. Драконами снова ждем. Срываем агро. Снимаем. Да, здесь, конечно, победа уже. За счет демонов, за счет рыцарей, которые... Снова резурект. Продолжаем мочить. Ждем. Бьем. Бьем. Отжираемся. Сейчас сделаем еще один резурект на рыцарей. 24 рыцаря восстанавливается. Ждем. Бьем. Бьем. Бьют. Отвечаем. Там уже максимум. Все в порядке. Эти справятся. Этими ждем. Снова бьем. Да, и кажется, мне не оставили выбора, как проходить последний замок. Есть интересная тактика. Но есть два извест... Ну, три известных пути, мне, по крайней мере, как можно взять последний замок. То есть, вот у вас складывается впечатление более-менее о том, какая вот сила. Там у тех же самых 25 драконах, у там 250 рыцарей. Ну, то есть, если смотрели там сражения, то уже более-менее понятно становится. Вот. В последнем замке, если мне не изменяет память, около 180 драконов. Только. Три отряда, в одном из них 110. В общем, там... В общем, беда. И если нет заклинания клон, то есть, один из вариантов. Сделать довольно много вампиров. На максимальный лидершип это будет у вас где-то 350 вампосов. Взять с собой демонов, надежды на халв. Взять максимальное количество драконов. Но мне это не светит, потому что на драконов тоже не сильно проперло. Всего одна нычка. И, собственно, пытаться завалить таким образом. Но есть имбовый вариант. Мы можем, используя... Ну, сейчас покажу, в общем. Мы захватили предпоследний замок, остался только последний. Делаем инстант армии, получаем друидов снова. Друидов оставляем. Получается у нас... Если бы мы тот девайс взяли, но я не хотел тратить время на песках, то получается последний этот. Последний враг. Вот его чаще всего не открывает никто. Ну, то есть... Хардкорщики-то, понятное дело, открывают. Они знают, что делать с ним. Я сейчас пробегусь по этим товарищам перед финальной битвой. Соберу денег, потому что денег мне понадобится очень много. На закупку, на мою контрольную. И будет небольшой чит. 325 архмагов. С ума сойти. Учитывая то, что спаун их по 25, ну просто нереально взять все. Так, а с кем я там вообще? С 30-ми? Да ладно, ребята. Отдыхайте. Дисми сделаем. Полетим. Это никто. Это демоны. 166 демонов. Могу взять 0, потому что нычка тоже только одна. Демонов тоже можно клонировать. Это не такая большая проблема. Друиды, намады. Нормально тут. Фигня. Собираем последние очки на карте. То есть последних монстров убиваем. Без потерь, естественно, тролли. Никто уже не может ничего сделать. Наша задача взять последний замок, потому что он очень жесткий. В принципе, можно было уже откопать этот скипетр и закончить игру. Где-то минут 20 назад. Но мы же тогда бы не показали масштаба в трагедии последнего замка. Так, демонов фаерболом убиваем, потому что я тут... А фаербола нет, только лайтнинг. Фигово. Хватит лайтнинга? 4. Нет, не хватило лайтнинга. Блин, еще не так. Сейчас вот один выстрел у демонов. Если халф сделают, то досвидос я не отождусь. Нет, слава богу, мне везет. Ну и подрезеректился на самом деле. То есть не страшно. Потратил бы 2 заклинания резерект. Гигантов 50 штук из 100 с 38. Тоже смысла особого нет, потому что я с ними не полетаю. Хотя 50 гигантов не лишний, наверное. Да, не лишний будет. Или стоп, надо порядок действий понять. Сначала мы пойдем на первый туда-сюда. Так, 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 так. К тому перенесемся. Да, мы с ними вполне выживем. А, мы можем еще взять тех гигантов, которые оставили в замке... В замке Ю. Делаем Кастлгейт. Делаем Ю. Переносимся. Заходим. Да, видим гигантов 46 штук. Делаем инстант армии. Получаем друидов. Оставляем друидов. Берем гигантов. И в результате гигантов у нас становится 96. Уже хорошо. 96 гигантов. Это почти уже под мой лидершип. Но противника будет слишком много в финальном замке, поэтому мы сделаем следующую вещь. Мы переносимся в начальный наш базовый замок. Ну, неважно, каким заклинанием. Скорее всего, Таунгейтом, потому что он привычен. И закупаем рыцарей. Закупаем мы максимум 237 рыцарей. И идем, покупаем лодочку. Идем в ближайший замок. Ближайший замок у нас захвачен. И мы здесь оставляем наших рыцарей. Они, кстати, самые сильные из тех, потому что это единственный максимум, который я могу купить. Мы снова заходим в замок и покупаем снова 237 рыцарей. Купили. И снова мы их относим в тот же самый замок, оставляем их там. Чувствуете имбу, да? Рыцарей в результате там стало 474. Мы снова идем в наш родной замок. Учитывая то, что денег у нас много, а именно 1 180 000... Ну, сейчас мы... Я сейчас скажу, сколько стоит рыцарей. По тысяче. Короче говоря, мы можем закупить больше тысячи рыцарей. Вот. Закупаем еще разок. Оставляем снова. И последнюю делаем, четвертую закупку. Оп, этот. Нормально, еще лидершип увеличили. Может, сейчас 38 сможем закупить. Нет, снова 237. Купили рыцарей. В результате, что у нас получается? У нас получается так себе армия из вампиров, так себе армия из драконов. Более-менее армия из гигантов. И много-много рыцарей. Но проблема в том, что моего лидершипа не хватит для того, чтобы держать эти войска под контролем. Мне нужно заклинание телепорт. Черт, мне нужно заклинание телепорт. Или рейс контрол. Черт. Суть в том, что я всех вот этих вот рыцарей, которые сейчас возьму замка, они мне подчиняться не будут. Но я смогу магии их закинуть в самую гущу событий. Так же, как тех же самых гастов. Но проблема в том, что... Вы знаете, у меня нет заклинания телепорт. Я сейчас смотрю на карты. Его, кажется, и не было. Трындец. Но это будет фейл. Если не будет телепорта, потому что я тогда реально не смогу... Не смогу ничего сделать. Оставляю я, короче, гигантов, оставляю рыцарей, выкидываю из армии гномов и... Блин, снова пролетаюсь по ключевым точкам в надежде найти заклинание телепорт. Есть заклинание фриз, кстати, неплохое. Берем фризов. Вообще сейчас надо закупиться по полной боевым заклинаниям. Так, что-то мне Лонли пишет. Вдруг там что-то важное. Я так увлекся, что... Так. Что-то там дает ссылку мне Лонли. А, группы на ВГТ. Видимо, по Варкрафту стрим. По Плайфу снова трансляция. В общем, сейчас будем когда смотреть, искать. Лонли меня агитирует. И Женя меня агитирует. Срочно. О, Резрект спал. Срочно, срочно делай стрим по Варкрафту. И будет мне счастье. Сугляд несметные богатства. В который раз прохожусь по Торнандет спелл. Беру Торнандет, потому что с демонами придется сражаться. Там... Резурект спелл. Ладно, еще Резуректов уговорили. Может кто-нибудь помнит, где у нас был телепорт спелл? Полторы тысячи человек на стриме. Может быть, кто-то запомнил. Где было заклинание телепортации. То, что я его использовал, это факт. Но, кажется, я его просто нашел где-то. Ну вот он, первый континент. И все мимо. Ладно, перелетаем на второй континент. Таунгейт. Еще раз прочесываем. Второй континент на предмет телепорта. Покупаем фаербол. Они не совсем нужные, на самом деле. Телепорт, телепорт. Кастл Гейт спелл. Тоже, в общем-то, не особо он нам... Ну, то есть, не нужен нам уже. Раньше мы ему радовались, а теперь... Торнандет. Ой-ой-ой-ой-ой. Наверху не будет больше, да? То есть, только вниз идти. Да, только внизу и будут города на втором континенте. Где-то здесь, справа. Телепорт спелл. Ес! Все, нашли телепорт спелл. Все, заканчиваем игру. Переносимся на первый континент. Заклинанием Таунгейт спелл. Буква H. Берем самый последний контракт на 50к. Но за выигрыш там дадут гораздо больше. Арендуем лодочку. Плывем. А можно было не арендовать, мы же летаем. И забираем почти тысячу рыцарей из гарнизона. Вот они, out of control. Вышли из-под контроля. Хватит ли, я думаю. А, еще же эти, да, еще же гиганты. И берем гиганты 96. Все, теперь переносимся к последнему замку. Заклинанием Castle Gates спелл. И этот последний замок у нас... Буква S. Вот он. Ну что, готовы? Понеслась. Вот они, драконы. Больше 150 штук. Вот она, сотня демонов. Сотня вампиров всего лишь. Но самая большая проблема, это как раз 100 драконов. Что мы делаем? У нас есть вышедшие из-под контроля рыцари. Мы их тут же, заклинанием телепортации, закидываем в самую гущу событий. Вот сюда вот мы их закидываем. Дальше аккуратненько очень начинаем подрисать то, что не вокруг них. То есть вот сюда вот, например, 9 там вампиров. Хорошо. Драконами летим аккуратненько. Я даже не знаю, куда, наверное, сюда летим. Убиваем вампиров. Эти вышли из-под контроля. За удары 70 выносят тут же вампиров оставшихся. Начинается Мочилова. Минус 19 драконов. Слушайте, окажется, перебор. Нужно, чтобы... Нужно, чтобы демоны сделали хаул, потому что рыцари, кажется, всех сейчас замочат. Так, вампиры ничего сделать не могут. Драконы на драконов. Эти убивают за один удар демонов. Всех! Да ладно, ты чего? Мне просто их надо будет убивать все равно самому потом. А я их не убью. Ладно, давайте стрелять по своим. Минус 6 как-то очень... 26-29. Молюсь, чтобы демон сделал халф, потому что если не сделает... Так... Ладно, мочим фаерболами. 18 рыцарей. Нет, драконам отступаем. 6 демонов. Нет, халфы не делают. И... Мне кажется, свои же рыцарей будут убивать. Потому что вот... Он абсолютно... Он больше убивает, чем драконы его. Ё-моё. Надо мочить фаерболами. Надо... Сколько фаерболов-то у меня осталось? Ещё эти завязаны. Да, я сделал перебор по рыцарям, пожадничал. Слишком их много. А, и фаерболов у меня нет. Триндец. Вот рыцарь разбирает вообще все, что только можно. Убивает всех драконов. И ССС столько рыцарей, сколько я реально не подниму. Вообще... Делаю лайфинг, но он очень слабенький, бьёт всего лишь на... Ну вот, остаются мои рыцари, с которыми я сделать пока что ничего не могу. Было бы много фаерболов, расстрелял бы. Но у меня фаерболов нет. Я... Избегаю с неё встречи до последнего. У гигантов осталось всего 3 выстрела, то есть они здесь ничего не сделают. Ну, в общем, смысл в том, что мне надо было... Мне надо было так много рыцарей сделать. Ну, или просто если бы демоны сделали халф разок, то всё было бы хорошо. А сейчас у меня такое количество драконов, что я... Ну, просто... Ну, драконов, гигантов. И заклинаний нет такого количества дэмэджащих заклинаний, чтобы... Убить этот отряд. Есть, конечно... А, всё, кончились выстрелы. Так что у нас есть. Резурект, 14 резуректов, хорошо. Если мы будем подставлять, например... Да какой там резурект? Там резурект... Он с одного удара будет по 50 вампиров. Фриз есть. Но фриз, если ты проатакуешь, он не действует. То есть толку от этого нет. Да, весёлая развязочка. В общем... Ладно, тянем кота за... Телепорт. Фаербола нет, клона нет. Только на резурект надежда. Но в резуректе драконов мы не можем, поэтому они атаковать первые не должны. Самый жирный это гигант. Гиганты должны танковать, наносить первый удар. Но проблема в том, что рыцари на своём ходу будут атаковать вампиров. И с одного удара, я думаю, они снесут 60 вампиров. Но главное, что я за резурект столько не восстанавливаю. Ладно. Давайте подготовим плацдарм для... Сейчас рыцари подходят. Мы вейтим, мы вейтим, мы вейтим. Значит, план такой. Мы атакуем сначала гигантами, а потом уже неважно кем. Главное, что гигантам отвечают. Сейчас понесётся. Вампиры у нас вейтят. Драконы у нас вейтят. Гиганты атакуют. Понесёт он меня. Минус 16. Минус 33. Делаю резурект. Но если хоть близко к 33 он будет. 24. Всё равно не хватает. Пытаемся убить. Бьют вампиров. 63. Всё, минус 63 вампира. Нормалды. Драконы вейтят. Рыцари бьют по... А, нет. Драконы... Так, бьём по рыцарям. Раз, 28, 28. Получаем по гигантам. И гиганты отклеиваются. Бьём по... А, нет, я же могу просто... Раз, два, три. Надо было уходить с драконами. Это ошибка. Но всё равно, я думаю, что не хватило бы мне резуректов на всё это дело. То есть надо было просто отступить. Восстановить вот так вот гигантов. И снова пытаться ими танковать. Сейчас мы типа выйдем драконами. Бьём снова 38. Получаем минус 21. Бьём на халяву драконами. Он снова бьёт меня по гигантам. И мы, соответственно, улетаем снова. Раз. Сколько там резуректов осталось? 10 штук. 10 штук. Это 24, 20, 240. Даже если я разменяюсь. Это как-то... Уныло выходит. Выходит уныло. Если б я драконов не отдал так просто, то они бы наносили один удар хороший. 33 на 27 час удар снова. Да, фактически я размениваюсь одинаково. Поэтому моя задача будет убить ничем. Тремя драконами. 250. Турнандет не действует. Этим отступаем. Делаем снова резурект. Может, как-то попробовать с фризом? Может, там всё-таки... Если на юнити фриз его можно отыкровать, то кажется, нельзя. Делаем ещё один резурект. Восстанавливаем снова гигантов. Так, а если сделать фриз? Делаем фриз. Так. Вот они фроузены. Они замёрзшие. Ладно. Попробуем проатаковать. 30, 19. Они отвечают. Да, и они атакуют. Ну, ладно. Я доведу этого товарища до максимального, что смогу. И захвачу замок всё-таки со второй попытки. Ну, было бы больше резуректов, справился бы. Или было бы там 20 фаерболов, кто бы справился. Ну, или не отдал бы дракону. То есть они могли бы помочь. Потому что не отвечали бы 41 на 12. О, тут уже пропорция другая идёт. Давайте-ка я не буду церемониться. Сделал ошибку, кстати, допустил сейчас. Раз, два, три. Отступаем. Телепорт, резурект, фриз, торнандет. Торнандет же не действует, да? Да. Атакуем. 22, 16. 10, 30. У них мораль ещё не повышается. Делаем последний резурект. Да, и нам никак это количество не победить. Близко, конечно, близко. А может, и победим, кстати. Да, можем победить. Да ладно. Да ладно. А-а-а-а. Йес. На лалах, друзья. Это было на лалах. Еле-еле. И последний замок взят. Всё-таки взят. И дали нам больше ляма за эту грандиозную битву, потому что я своих же рыцарей прибил, а за них тоже деньги дают. И фух. Instant Army Spell. Оставляем друидов и смотрим на пазл. Пазл открыт, только вот базовый вот этот артефакт я не взял, чтобы деньги не тратить. И мы переносимся снова на первый континент, для того, чтобы выкопать скипетр. Завершить главную, собственно, цель игры выполнить. Ха-ха, клёво. Развязка такая неплохая получилась. В общем, переносимся Towngate Spell'ом к нашему привычному городу и идём копать. Где-то здесь находится. Узнаёте места? Вот. И начинаем копать. Я, правда, не помню, какой кнопкой копать. Fly, contact, search... Всё, чария, буква S. Ну всё, закончили игру. Это займёт один день. Поиск? Поиск. Поздравляем, Михалыч Архмак. Вы нашли скипетр порядка. От злых каких-то там виллиансов в качестве награды за спасение. Ля-ля-ля. Кинг Максимус. Его награждают вас... Ага. Large Parcel of Land. Большой кусок земли. Ранг, нобилити, medal, announcing for your final score. И очков дали 44 700. Не самый высокий результат. Надо было не сливать в самом конце. Но, тем не менее, игра пройдена. Игра хардкорная. Ох, я даже на комментарии не отвлекался. Я знаю, что зрителей было довольно много. Полторы тысячи. Надеюсь, что те, кто играли в эту игру, вспомнили все-таки, что это такое. Те, кто не играли, получили общее представление о том, что из себя представляли подобные игры. И, собственно, самый, что ни на есть, прародитель целой серии Heroes of Might and Magic. King's Bounty выпуска 90-го года. Завершено. Спасибо вам, друзья, за внимание. Учитывая то, что прохладно и рядышком. Прохладный. Револьвер, как? Парочку 2х2? Вот. И вот такое завершение. Нас возвращают в DOS. Ладно, делаю стоп-стримы. Сейчас разберемся, будем ли мы что-то делать. Мы будем еще? Или там уже ужин, все? А, ну все, тогда сыграем сейчас пару раз для контрастов StarCraft. Стрим возобновится, все будет хорошо.